Добрый вечер всем и Михаил Голубовский профессор из Беркли вот я очень рад что все собрались тема вы слышали эту тему тема для Америки очень такая как бы скользкая термин этот Евгеника был очень сильно как бы дисквалифицирован и сейчас его стараются вообще не использовать но об этом все Михаил скажет другие нашлись замены этому тема но суть дела не изменилась как все это было придумано много лет назад так это в общем-то и остается но вокруг так много всего накручено что мне показалось что выступление замечательного специалиста будет очень полезным для всех и интересным так что Михаил вам слово вы можете начинать мы вас всех слушаем да Михаил мы слушаем вас слышно уже вы можете начинать Михаил Голубовский а почему вы не говорите у вас вроде включен микрофон вы можете сказать что можно я вас слышу а ну прекрасно я чтобы для начала и и чтобы не забыть хочу показать вот такую такой талмуд замечательную книгу заря генетики человека видно да да вот так вот вот с картинами Малевича она имеет под заголовок русское евгеническое движение и начало генетики человека почему я ее еще показываю потому что вот эту книгу изданную на русском перевели на английский язык точно такой же вот талмуд дауна в юма генетикс и перевел ее член нашего клуба виктор фетт а где этот член куда он делся он не писал вот это замечательная вот только такой толстенный талмуд это гигантский труд да я очень надеюсь что виктор появится и мы ему поаплодируем такую работу замечательно причем он он переводил прямо с голоса там на другом в общем это интерес к этому движению особенно в россии вот был очень большой оказался ну можно показать первый слайд да потом второй сразу хорошо поскольку у меня тема связана с историей науки и эволюция этого движения можно второй слайд то я две приведу две максимы истории науки которые я так придерживаюсь вот своей историко-научной деятельности это высказывание александра санфи любящего философа биолога историка науки каждый период смотрит свысока на предыдущие и высказывает против него то что впоследствии будет сказано о нем самому слишком соблазнительно уверовать в правоту сегодняшних научных концепций то что наконец-то здание науки стоит на безупречном фундаменте и нуждается лишь планомерной достройки это и вторая максима такого цитолога мудреца биолога владимир яковлевич александрова в науке часто приходится за большие успехи в какой-либо одной сфере расплачивается забвением других ее областей ну вот этим максимум могут быть полезны при изложении истории кратком изложении конечно история евгенического движения и начала генетики человека эта история драматична турбулентна и ну и начну я ее с времен даже не очакова покорения крыма пятого века до нашей эры из диалога платона протагор пожалуйста третий слайд где беседует софис протагор и сократом и в одном из фрагментов диалога диалога диалогов эти протагор спрашивает сократа допустим что государство не могло бы существовать если бы все мы каждый насколько пропал а каждый насколько может не были бы флетистами так вот если бы игре на флейте у нас было бы желание усердно и без зависти учить друг друга думаешь ли ты сократ что тогда сыновья хороших флетистов становились бы хорошими флетистами скорее чем сыновья плохих думаю что нет кто от природы оказался очень способен к игре на флейте тот слитами прославился бы чей бы он ни был сын а кто не способен остался бы в неизвестности часто от хорошего флейтиста происходил бы плохой и от плохого хорошие однако же все они были сносными флейтистами сравнительно с не очами с тем кто ничего не смыслит в игре на флейте вот это когда я встретил это вот фрагмент это это поразительно она соответствует в общем в целом современному пониманию генетики основаны на менделизме на генах ну значит если до трех положений свести что некоторые люди от природы и от генов очень способны к музыке способности зависит от сочетания множества генов и они не даны в готовом виде к те кто обучается могут быть сносными флейтистами по сравнению с не очами тут поразительно трудно возразить ну теперь пожалуйста следующий слайд следующий слайд показывает основательное евгенического движения фрэнсиса гальтона его книга хрэдит реджинис 1869 года ну фрэнсис гальтон это просто замечательный ученый просто гениальный его называют историки науки который много вообще сделал в науке он кузен чарльза дарвина у них общий дедушка разум дарвин и вот от него такое два гениальных внука причем разум был женат дважды от одного фрэнсис гальтон до другого чарльз дарвин фрэнсис гальтон прославился тем что во первых статистике он вел коэффициент корреляции регрессии в биометрии в генетике в общей вот генетике таланта вел идею изучения близнецов которые разделю разделены и изучать чем они различаются исходные он он предложил те он у него есть новации в метеорологии циклоны антициклоны ты его термины и в конце и и даже его так сказать от дактилоскопия отпечатки пальцев это идея тоже фрэнсиса гальтона но вот вот книгу хариотери джиннис он она вышла в 1869 году и до этого были статьи значит наследственные наследственные гениальности наследственные гений и очень скоро он получил письмо от своего кузена чарльза дарвина туда вот первая фраза у меня по-английски дорогой гальтон я прочитал около 50 страниц вашей книги но я должен высказаться я не думаю что в течение всей моей жизни мне пришлось читать что-либо более интересное и оригинальное и как хорошо и ясно вы ставите каждый вопрос поздравляю вас с тем что вы создали в чем я уверен незабываемое произведение ну основная идея которой пытался доказать и доказывал гальтон что умственные способности психологические они наследуются по тем же самым принципам как и другие физические черты рост и так далее и они и и доступны к изучению теми же методами он изучал разные прежде всего он изучал разно характер успехов его кембридж по математике в кембридж университете потом он изучал людей науки смотрел распределение ну и вот я только здесь приведу один вывод его подход к изучению различия между студентами принятыми на факультет математики в кембридж университете значит вообще это довольно строгая система и даже специальный термин есть в английском языке это те кто принимается факультет математики в кембридже значит там 400 человек из них примерно около 100 отбираются и потом из этих 140 так сказать уже повышенными способностями они называются и затем в течение через три года между ними происходит опять отбор и идет экзамен по пять пять часов восемь дней и вот это система баллов и вот если обычно успевающие студенты 300 баллов то те кто в элиту попадает там значит 1500 и на самый высокий 7500 вот такая разница в 2000 в 25 раз вот и это он это различие так сказать оно как считал гальтен оно от природы оно так сказать связано с их наследственными свойствами дальше он изучил генеалогию этих студентов и показал что там это такие способности вообще наследуются сгустками кластерами потом изучил людей науки в англии тоже генеалогический анализ дел и и и так же психологические способности можно следующее вот и в конце своей жизни он гальтен родился это очень так курьезно в тот же год как и Грегор Мендель в 1822 году и уже если эти курьезности подчеркивать то и Луи Пастер в этом же году в 1822 году и в конце уже в начале двадцатого века он стал писать статьи так сказать под названием Евгеника Евгеникс вот она была в 1905 году это definition scope значит его определение области и цели вот так вот он определение Евгеники в самом начале ему можно оно вполне подходит это изучение под общественным контролем факторов которые могут улучшить либо ухудшить расовые качества будущих поколений Евгеника имеет негативный аспект и позитивный и у Гальтина уже был значит он пожертвовал большую сумму для организации лаборатории с генеалогическим анализом анализом наследственных свойств это Гальтинская лаборатория национальной Евгеники она существовала до 1954 года потом она она получила название аналы генетики и были созданы разные значит полуобщественные организации спонсируемые обществе евгенического воспитания там были почтенные люди значит Бернаут Шоу Герберт Уэллс Хевлок Элис во главе был сын Чарльза Дарвина Леонард Дарвин были три конгресса по Евгенике 12-й год в Лондоне и 1921 и 1932 году и это евгеническое движение да тут можно подчеркнуть что правильнее называть это движение а не наука вот как как много движения существует который еще не достигает ранга науки значит в Норвегии Норвежский институт расовой гигиены шведское евгеническое общество чешское и германское общество расовой гигиены вот тут сразу чтобы не забыть скажу что это довольно такая странность что наиболее активны были страны северной северной европы которых всегда такая приверженность течению социализма и это не случайно потому что социалистические устремления и желание организовать общество так сказать по социальной справедливости оно боковым образом связано и с тем чтобы ограничить ограничить число рождающихся людей с очень плохими признаками слабоумными психическими заболеваниями и так далее и поэтому это находило общественное позитивное отношение ну вот у меня тут германское общество расовой гигиены интересно что тут такое упрощение что больше всего конечно в негативном аспекте прославилась конечно Германия своей расовой политикой но тут не генетика виновата а движение расовой гигиены оно началось и ее адепты это были еще в конце 19 века а потом так сказать присоединилось евгеническое движение но меньше всего сам термин евгеника употреблялся в германии следующий пожалуйста да вот евгеническое движение в сша вот оно было организовано бюро евгеники и организовал его очень почтенный крупный генетик чайльз дэвенпорт оно организовалось холлсфори харбор под нью-йорком основная чайльз дэвенпорт автор ряда солидных исследований по разного рода наследственных заболеваниям и он организовал там в этом бюро и реестр и занимался реестром генеалогии разных наследственных заболеваний ну вот сейчас вполне в современном духе и также пропаганду евгенических идей и знаний но так получилось что в Америке как ни в какой другой стране это было такое искушение неполного знания и как-то сопричастность сразу к социальным аспектам в этом виновен не сам чарльз дэвенпорт а вот некоторые исследователи или приверженцы евгеники вокруг него они сразу вышли на первое место социальные аспекты подчеркивание что есть в обществе генетически низшие типы их более быстрое размножение и негативные социальные проблемы связаны вот с вредными так сказать генами и они и это они ведут значит к слабоумию к алкоголизму проституции и с этим эти первые такие евгени евгенисты практического толка они ратовали за то чтобы ограничить иммиграцию и был принят закон Джонсона двадцать четвертого года ограничение иммиграции восточной Европы евреи и Азия только разрешалось Филиппины и частично Японии и второе громкое так сказать негативный аспект это стерилизация людей с сильными психотическими отклонениями слабоумными и неисправимых преступников вот в отношении стерилизации тут существует одно недоразумение его часто приравнивают к кастрация а это совсем не так потому что там кастрация или там создание евнух это совсем другое нежели стерилизация вот читаю медицинское так сказать определение при стерилизации она называется вазоктомия блокируются лишь семи выводящие протоки при этом яички функционируют в привычном режиме вырабатывая мужские гормоны обеспечивая полное либидо эрекцию и половую жизнь сама стерилизация там хирургами которые проводились в США занимает пять минут интересно но это очень сам термин очень негативный аспект имеет интересно я мнение любящего об этой процедуре я полагаю что стерилизация тяжких преступников и рецидивистов не противоречит естественному праву так как при сохранении семьи таких преступников весьма вероятно и без всякой генетики что его дети пойдут по стопам отца но это частей стерилизация значит она была принудительная так сказать и добровольная нет и добровольная довольно большой процент был но принудительная стерилизация принималась вот в странах северной Европы обсуждалась в Англии самой но никогда не было одобрено там только сказка теоретические аспекты и и конечно она евгеническое движение в России тоже было лишено вот этих вот негативных аспектов так пожалуйста следующее вот вот книгу которую я показывал такой такой гроссбух это там собраны недоступные ранее статьи евгенического движения в и одновременно так сказать становление генетики человека начало этому движению положил выдающийся биолог и был директор института экспериментальной биологии профессор Николай Константинович Кольцов который в самом начале двадцатых годов организовал вот журнал евгенический журнал русский евгенический журнал и предложил программу идейное обоснование вот это очень красивое обоснование я частично зачитаю его культурное человечество всегда жило религией идеалом может быть далеким неясным сообразно с этим идеалом строила свою жизнь идеалом античных греков была красота во всех ее формах счастье и полнота личной жизни христианство поставило своим идеалом личное усовершенствование обещая награды в туманной будущей жизни идеалы социализма тесно связаны с нашей земной жизнью мечта об устройстве совершенного порядка в отношениях между людьми да мечта об устройстве совершенного порядка в отношениях между людьми есть такая же религиозная идея из-за которой люди идут на смерть то есть он поднимал вот это вот евгеническое движение до религиозного уровня евгеника писал он поставила себе высокий идеал который тоже достоин того чтобы дать смысл жизни создать путем сознательной работы многих поколений высший тип человека могучего творца природы и жизни евгеника религия будущего и она ждет своих пророков вот на таких высоких нотах на таком высоком уровне писал Николай Константинович Кольцов но дальше в обоснованиях у него самого возникали непреодолимые вопросы сложности и неясности о которых я немножко скажу ну прежде всего а что а что считать идеалом к какому идеалу нужно стремиться у одних людей идеализировать они хотели достичь одних свойств психических и умственных у других другие но он отвечал так что самое ценное в психике человека это способность открывать новое в какой бы то ни было области причем изобретение орудий самых элементарных или скажем мелодия пастуха наигрывающая которая играет собственную мелодию на флейте или кустаря изобретатели это все рождение нового и в будущем если увеличить количество таких людей то будет положено начало хомо крейтер человек создатель но сразу возникают трудности выбора между разными евгеническими идеалами идеалами и это раз второе другие биологические трудности это сочетание болезней недугов с талантами ну например в русском писательском сообществе эпилепсией страдали Достоевский Успенский Гаршин если придерживаться концепции ограничения рождаемости людей которые страдают таким психическим недугом странно было запретить вступать в брак как сам Кольцов писал Достоевскому Успенскому Гаршину и тут он сразу очень замечательные слова о том что надо быть как надо быть осторожным в этом смысле всякая государственная власть должна быть высшей степени осторожной борьба с дурной наследственностью в руках неосторожной власти может быть страшным орудием борьбы со всеми со всем уклоняющимся в сторону от посредственности и вместо Евгении может привести к определенной какогении ну вот вот когда я еще перечитал эту его мысль и подумал что собственно говоря все что происходило так сказать при большевиках это и было какогении то есть все что уклонялось оригинально от посредственности оно в общем-то исчезало и с арены и и кольцов спрашивает и дальше ну а что такое преступный тип ну скажем наполеона вильгельма второго одни считают преступниками а другие гениями каин убивший брата авеля нужно ли было его допускать для размножения и скажем современные жители австралии с их энергичность энергии и предпринимательством не обязаны они они тому что австралия сначала преступными элементами а каков полученный результат ну и он пишет что не не совсем ясны сами цели евгеники но одно ясно как он полагал что культурное государство должно поставить одаренных и особо ценных людей благоприятное положение чтобы они могли проявить свои способности в полной мере прокормить и воспитать многочисленную семью и все отмечают что очень много высоко талантливых людей гения они оставляли или вообще не оставляли потомство либо очень мало фурьезно что и сам гальтон был бездетный вот ну ньютон не имел детей вот та нация все таки писал которая научится ценить таланты и даст наибольшее число человек людей творческих она ведь будет процветать и такой практической целью он считал распространение генических знаний вот это так сказать исходная такая посылка идеология не кольцова она конечно уязвима в ряде отношений и интересно что эти уязвимые моменты прекрасно высказал ученик профессора кольцова который боготворил его это известный биолог николай владимирович тимофеев рисовский вот выпущенная книга замечательная история тимофеев рисовского рассказана им самим но это был многие знают человек который был так сказать олицетворял культуру России западную культуру был был знаком со многими выдающимися учеными западной европы ну нильсбор организовал там семинары многих достижений многих новаций и вот я прочитаю его как бы оппонирование идеям кольцова тут очень интересно что что стиль стиль его речи вот здесь записан он будет виден я никогда евгеника не увлекался потому что улучшением человеческой породы никакие человеч ученые по смыслу дела заниматься не могут свиновод совершенно точно знает что он хочет от своих свиней и в каком направлении ему нужно увеличить свинство а скажите кто знает как нужно и в каком направлении улучшать человечество нет таких людей и у каждого действительно крупного человека свои представления об улучшении людей и лучших породах людей да и нужны ли человеку улучшения всякие люди нужны видимо и глупые и плохие во всяком случае как улучшать человечество это не человече а божье дело в этом смысле я лично антиевгеник говорит тимофей фирсовский не в меньшей степени чем те которые за последние 30 лет крыли евгенику на все корки но только крыли евгенику по безграмотности по незнанию якобы какой то по политической несовместимости евгеники с каким то никому неизвестным марсистским мировоззрением точно не сформулированным но практически под формой евгеники понимается и позитивный и негативный аспект но позитивная сторона стремление приумножить потомство крупных интересных людей а негативное уменьшить потомство от различных явно отрицательных личностей дегенератах сумасшедших разных сортов наследственных уродов как синдром дауна мне кажется спорить против этого против такой евгеники довольно дурацкое занятие вряд ли найдется человек который сознательно будет говорить что приумножить количество шизофреников полезное дело или умножить количество наркомантов наркоманов вот так он он в таком аспекте говорил Тимофей Фрисовский понимали евгенику и кольцов и филипченко на следующем слайде пожалуйста программу вот программа кольцова действий она собственно говоря каждый из этих элементов программы она замечательна что она так сказать она реальна и она она научна и она потом перетекла в начало генетический человек это составление и анализ генеалогии выдающихся личностей это масса статей было посвящено это упомянуто какого-то там Шафирова род графа толстых потом отдельно сопоставленные родословные льва толстого и пушкина и там у них нашлось сцепление ветвей по материнской линии основатель биологии развития академик и так далее это интереснейшие значит родословные далее изучение идентичных и не идентичных близнецов изучение проявления и наследие свойств психики в двадцать втором году Кольцов провел блистать прочел блистательный доклад генетический анализ психических особенностей человека вот его как сейчас считает очень современно это и интересно дальше генография и этногенетика расовая патология это различное проявление наследственных болезней в которая зависит от географического ареала и этнических особенностей ну аспекты репродукции эволюции человека это все 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 печаталось в русском евгеническом журнале до двадцать девятого года даже раньше и двадцать девятом году это наступил может быть чуть раньше наступил наступило время великого перелома время так сказать страшных и практических действий и удушение всякого так сказать свободного мироощущения и выражения этого и и кольцов в москве и основатель первой кафедры генетики в петербургском университете филипченко они прекратили издание журналов и прекратили тех людей которые занимались вот этой программой они передали таким они перешли в наркомат здравоохранения и постепенно на основе и там уже в недрах наркомздрава вот и и люди которые вот занимались этой программой было организовано медико-генетический институт в тридцать втором году который просуществовал до тридцать шестого года это был первый в Европе такого ранга медико-генетический институт ну если вы он за четыре года выпустил четыре тома таких ну просто все так сказать аспекты сразу это было такое взрывное проявление такое научной активности но судьба оказалась значит неблагоприятной тридцать шестом году был произведен по указанию Сталина разгром института репрессии и его выдающийся директор соломон левит был значит казнен и к этому теперь частично отношение к такому вот печальному событию имеет и нобелевский лауреат Герман Мюллер можно следующий а да я еще не сказал о двух вещах что значит и генетиков и особенно евгеников евгенистов как упрекали что вы интересуетесь столько генами вам среда неинтересно а ведь все многое зависит от той при каких условиях люди живут и от этого зависит и здоровье человека и проявление болезни ну кто же спорит генетики практически никогда не отрицали это был как сказать МВД метод метод выдуманного дурака и более того помимо евгеники кольцов ввел в науку термин эофеника это улучшение условий и дальше терапия наследственных болезней так что при одних не важно что вот есть ген ген он как сказать действует при данной среде зависит от среды и от других генов в этом ансамбле наследственной конституции и вот я приведу уже так сказать перескакивать такой пример замечательной эпфеники когда изменение внешних условий спасает от ужасной болезни фенилкетонурия которая приводит если ничего так сказать не делать это к резкому слабоумию значит она была известна давно это фенилкетонурия здесь такой фермент который не способен аминокислоту фенилаланин всего есть 20 незаменимых аминокислот фенилаланин должен перейти в тирозин и дальше участвовать в разных реакциях обмена так вот если фенилаланин мутация в гене фенилаланин гидрогеназия а по-русски это получается ран да то фенилаланин не может превратиться в тирозин он накапливается накопление приводит к нарушению работы мозговых клеток и дебильности кроме того значит и избыток тирозин тоже очень нужный избыток тирозина к другим аномалиям и вот было предложено уже в 50-х годах что а что если да значит если в раннем детстве ребенок питается молоком матери то вот он становится таким дебильным но если заменить если исключить из пищи из питания фенилаланин а добавить другую диету тот сразу значит узнав несет ли такой ген младенец то ребенок вырастает нормальный вот несмотря на то что он несет две мутации значит когда в обычной диете это слабоумие до идиотии а если другая специализированная диета то все нормально вот это прекрасный пример вот эофинии ну а это эофиния эофиния эофеника могла быть и спасение от идиотии только на основе понимания генетики этой болезни вот а если вы отрицаете будете отрицать гену и генетику то так и будут с большой частотой рождаться такие люди вот больные ну и следующий я пример так здесь я хочу привести фрагмент уже современный русский генический журнал был очень я уже говорил полно там уже мы прекрасных интереснейших родословных вот вот одна из них одна скажем родословная от шафирова в которой оказал оказалось что при исследовании через несколько поколений там уже там и вид там и вяземский там и бловацкая но интересно что в одной из потомстве дочерей и известный кибернетик Алексей Андреевич Липунов я здесь просто это я составил эту родословную на основе описания вот генеалогии Липунова который сделал его зять биолог профессор Николай Николаевич Воронцов и вот тут очень хорошо подтверждается тот вывод Гальтона что имеется сгусток талантов определенных родословных и здесь вот вот смотрите значит вот Василий Александрович Липунов это был в Казанском университете был синдиком и у него два здесь родословная от двух его сыновей Михаил и Виктор Михаил посмотрите три сына один Александр Михайлович Липунов математик академик другой Борис Михайлович Липунов филолог академик и композитор Сергей Михайлович Липунов вот какой сгусток скажет талантов теперь от второго сына Виктора тут тоже идут математики и один из его Алексей значит Николаевич Крылов один из потомков его дочь была замужем за Петром Капицей вот так переплелись и тут вот значит здесь в следующем потомстве были Сергей Капица ну известный физик и Андрей Капица географ тоже профессор вот это это только фрагмент это родословно она очень интересная тут есть много таких очень любопытных деталей но мне кажется она это хорошее подтверждение вот это одного из программного пункта Гальтона и Кольцова вот теперь следующее вот это история человека который был именно приверженец евгенизма совершенно это выдающийся ученый Герман Мюллер лауреат Нобелевской премии сорок шестого года его открыватель искусственного получения мутации под действием радиации его статья в двадцать седьмом году она произвела действительно это считалось что мутации никому неведомо как возникают и невозможно их так сказать искусственно получать но он создал такую методику которая позволяла количественно изучать долю частоту возникновения мутации по действиям радиации и в зависимости от дозы радиации это работа двадцать седьмого года и после нее собственно говоря это во всех направлениях вот ветви исследования мутагенного действия радиации и других факторов при таком точном количественном учете и он в 33 37 году его Вавилов пригласил работать в СССР и он работал в институте генетики и вот это так сказать его выдающиеся научные но по своим по саму мировоззрению это был социалист атеист приверженец вот такого социалистического мировоззрения не только в идеологии но и так сказать практически и очень и он уже за свои взгляды он стал некоторые так сказать притеснения стал испытывать и решил ну у себя перебраться в Европу в Европу в 32 году он переехал да приехал в Европу и подружился с Тимофеем Рисовского который я упоминал и Тимофеев Рисовский в свое был приглашен еще в 25 году значит как генетик который изучал механизмы и проявления экспрессии генов он и он и а также он занимался искусственным антогенезом по методе Мюллера но тут не повезло тут в 33 году пришел к власти Гитлер а поскольку Мюллер имел еврейские корни то ему как говорится не светило и он принял предложение Вавилова работать в СССР но он буквально грезил евгеника но евгеника не такой он он критиковал буржуазную евгенику что что только при социализме евгеника может быть так сказать она настоящая евгеника без каких-то привилегий поэтому и он пришел к такой идее что нужно улучшать генетический генофон человечества путем тоже вот позитивной евгеники а также очень рано до того как он когда это как-то воплотилось в генетике человека практически может быть применять к искусственному осеменению но уже искусственное осеменение было вполне в практике животноводства когда скажем быки производители там производители от которых зависла там жиромолочность жирномолочность или другие качества они и их сперма замораживалась и оплодотворялась так сказать искусственно но конечно этот эту эту методу пропагандировать на уровне человека это конечно вызывало совершенно много негативных и так сказать этических возражений и он мюллер знал что прекрасный институт медико-генетический организован и посоветовался как ему значит свои взгляды можно ли пропагандировать а вот соломон левит сказал что можно но только до самого верха и он написал письмо Сталину с изложением своих идей вот я приведу некоторые отрывки из этого письма чтобы так сказать было как-то слова самого мюллера как можно иногда человек грезить и какими эти грезы как могут быть насколько нереальными и даже от действительности может быть удаленными очень сильно он пишет там дорогой товарищ в качестве ученого убежденная в окончательной победе большевизма во всех отраслях человеческой деятельности я обращаюсь к вам с вопросом жизненной важности в области науки которой я занимаюсь биологией подлинная евгения евгеника может быть только продуктом социализма ну он дальше развивается и и значит что многие матери завтрашнего дня освобожденные атаков буржуазных предрассудков будут горды смешать свою плазму с плазмой Ленина вот так вот такие меры и послал это это вышла книга его сначала была опубликована тиражом тысячи экземпляров США он послал эту книгу вот ее там перевели за несколько дней а результат был очень негативный вот после этого сталин решил закрыть медико-генетический институт ну а в это время начала сходить звезда Лысенко и это уж конечно Меллер никак не мог умолчать это и на всех так сказать выступлениях он и в этом письме к Сталину он писал ну нельзя придерживаться таких взглядах который уже давно так сказать не имеет ничего ничего о наследственности никакого отношения к действительности ну он видимо не совсем адекватно оценивал вот такую ситуацию которая сложилась ну вообще да я должен сказать что не только вот эти новации да он вынужден был уехать сначала он уехал в Испанию так сказать вот на стороне так сказать бригад против франка а потом он уехал в Эдинбург а в это время должен был в 1937 году состояться международный генетический конгресс он значит он не состоялся так вот уже все было так сказать как говорится на мази но и Сталин решил последний такой конгресс был в 1936 году физиологический конгресс где еще был Павлов Иван Петрович еще я хочу сказать одну фразу о Мюллере вот в его так сказать мутационном кредо он пропагандировал идею что наследственное вещество есть самая цель и гены самое ценное невосполнимое достояние и вот эту истину ему удалось как бы воплотить в социальное такое пространство в ученые разных стран потому что он у него были факты что под действием радиации возникает мутация и когда было вот появилось атомное оружие и первые взрывы в атмосфере то очень скоро было осознано что взрывы применения атомного оружия и взрывы в атмосфере они приведут к резкому усилению мутационного процесса и в конечном счете вот Мюллер можно сказать сыграл большую роль в том что здесь разные соглашения в этой области достигнуты можно дальше вот и вот интересно что о другом человеке который уже не грезил он ознакомился с идеями Мюллера и решил воплотить это в жизнь значит я так если сколько может быть 30 лет назад когда-то кто носил очки если у вас разбились упали очки с носа и разбились и вы испытывали такую горечь а если сейчас у вас падают очки то ничего страшного там значит вместо стекла имеется такая особая пластмасса которая обладает всеми свойствами там проводимости и автор этого изобретения Роберт Грэхам вот он перед вами он это было так сказать стал миллионером и накопивший значит 100 миллионов долларов он как-то проникся вот этими идеями евгенического улучшения человеческого генофонда рода и идеями которые пропагандировал Мюллер и решил просто практически это значит осуществить да это 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 вся эта драматическая и иногда курьезная история описана в этой книге The Genius Factory фабрика генов журналистов книга очень хорошая и значит удивительно как вот человек проникшись в такой идее начинает к ней двигаться несмотря на на препятствия и практически и значит и недоумение и критизизм общества значит он просто решил так ага значит нужно просто добиться того что сперми они они хранились при пониженной температуре он основал такую лабораторию в южной калифорнии и пригласил тех специалистов про криоконсервации чтобы они выработали такую методу вот видите здесь вот эти сосуды с жидким азотом оплатил большую зарплату и через некоторое время все было разработано в методе что при температуре минус 196 градусов спермии могут храниться ну сейчас ясно практически сколько угодно все прекрасно дальше он решил брать вот наследственное вещество от нобельских лауреатов вот и тем самым предложить ее для тем чтобы добровольно женщины становились с матерьми от генов которые принадлежат нобельским лауреатам он разослал письмо и некоторые откликнулись вот некоторые большинство принималось юмором один нейропсихолог Дульбек написал что я уже давно совершил вазоктомию перерезание семеноначащих протоков но было построено подземное хранилище все было на готове и Роберт Грэхам решил так сказать придать гласности свое изобретение и в феврале 80-го года в Лос-Анджелес Тайм была опубликована статья о том что вот есть хранилище ценных генов эту статью написал журналист который 30 лет в области журналистики когда ему обратился Грэхам чтобы написать об этом он 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 не поверил его разыгрывает и стал обзванивать всех нобелевских лауреатов не предлагали им сдать так сказать спермию и некоторые отнекивали а один сказал да предлагали я одобряю эту идею это был другой нобелевский лауреат Шокли который изобрел транзисторы и получил нобелевскую премию в 56 году ну хорошо дальше нужно брать брать сперми а кто как это все делать и вот это значит ему уже вот представьте себе ему уже было 74 года 75 лет значит нужно было взять эту в пробирке семенную жидкость тут же погрузить ее в жидкий азот сесть на самолет и поехать но это же это дымится все это несколько раз его саживали самолета ну вот в общем это было это он сам все это делал но постепенно это налаживалось и было ясно что одних нобелевских лауреата мало он расширил свое банк спермиев и в общем эта статья опубликованная об этом она произвела просто как пишешь это настоящий фурор стали ему звонить звонить стали звонить самому журналисту спрашивал много женщин обращались и он выступил сам с лекцией об этом и вот я тут засчитаю что при первой в чем его сразу обвинили accusation как нам это знакомо сексизм расизм элитизм white супрематизм и нацизм он говорил что я вообще не читал никакого гитлера ничего я моя задача увеличивать концентрацию благоприятных генов ну в общем короче говоря вот он когда его не стало это некому было продолжать и этот вот его банк он перестал существовать но из искры возгорел из пламя налаженная им методика криоконсервации и размораживания все она когда получила уже конкретный такой экономический интерес и сейчас уже просто десятки банков спермев это такая рутина вот можно следующее так вот и одновременно это был это 80-й год и удивительно что одновременно с этим в 1978 году первое человек это Луиза Браун рождена была рождена с помощью оплодотворения в пробирке и так сказать родилась новая евгеника тогда тоже очень это доктор Эдвардс потом он был награжден новелевской премии подвергался вначале большой критике и критике и таким же такого же рода обвинения но постепенно значит запросы были очень велики от тех кто страдает стерильностью и преодолением стерильности и сейчас больше 5 миллионов людей рождено вот такой процедурой она называется арт ассистированная репродуктивная технология вот арт по-русски не очень благозвучно эко экстракорпоральное оплодотворение а можно было бы арт ассистированная репродуктивная технология а например в дании до десяти процентов людей рождается вот таким образом можно следующее и какие тут совершенно непредвиденные аспекты это новый евгений короче говоря значит сейчас то что грезилось мюллеру то что хотел воплотить Роберт Грэм это сейчас рутинная процедура вот можно в лаборатории сидят женщины которые хотят иметь ребенка так сказать но не хотят иметь мужа например то есть где-то рождение от любви отделено и выбирают по реестру банков желаемого им донора донора спермия донора половых клеток это собственно говоря это это постепенно это не называется теперь евгеникой но по существу это абсолютный евгенический аспект и в этой новой евгенике очень много курьезов вот здесь вот я показываю Джесси Деленберг 56 лет она дала начало рождение своей дочери вот она и которая не могла у нее были она была стерильной проблемой значит пересадили эмбрионов оплодотворенных искусственно к маме и она родила тройню таким образом она женщина она мама и дочки и внуков и полно таких вот курьезных случаев которые помог даже в грезах ранее не не предполагали и последний аспект который тоже здесь очень много много дискуссий много тоже драматических аспектов можно последний слой это он связан с клонированием тоже когда в 96 году был первый случай клонирования животных в Шотландии и вот это клонирование животных уже многих сейчас животных и я просто просто приведу принципы значит берется ну здесь показано вот это как возникла овечка доля известная как была клонирована из неполовой клетки вот берется донорская яйцеклетка вот она и у нее удаляется женское ядро здесь берется значит одна клетка молочной железы они размножаются и подсаживается вот эта клетка сомы соматическая не половая сюда при некоторых процедурах она она как бы уже запрограммирована на какую-то ткань так сказать соматическую но происходит репрограммирование и здесь вот при одной попытке скажем 150 началось развитие вот это вот здесь это на пятый день обычно это называется бластоциста вот этот вот сгусток клеток это эмбриональные стволовые клетки которые потом дают начало разным тканям это все подсаживается в суррогатную овцу и получается вот планированный экземпляр вот исходной породы это то что называется репродуктивное планирование оно по так сказать мнение которое к которому пришли самые разные биологи и этисисты репродуктивное клонирование не должно применяться по отношению к человеку но другой тип клонирования это терапевтическое клонирование дело в том что скажем у человека более 30 разных типов тканей и в каждой ткани оказывается есть ткани специфичные стволовые клетки которые когда клетки ткани значит стареют или срабатываются они все время дают начало этим же клеткам и там могут быть разные такие процедуры терапевтические которые могут приводить к улучшению наследственных вот так сказать наследственных болезней вот вот я спасибо я кончил вот немножко больше да часа вот этот вот такой абрис таких проблем и истории евгенического движения и я хотел так представить вам огромное спасибо я-то думал что только все начинается а вы уже закончили это было очень интересно ну хорошо а вот появился замечательный переводчик к этой толстой книге вектор где ты и видео включи отлично видео ты можешь включить вопрос да да вектор может рассказать как он переводил вектор ты понял это уже всем известно что ты все перевел я могу много чего рассказать спасибо меня слышно да 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 ну вот во-первых извините я почему-то пытаюсь говорить по-английски в голове наверное потому что я про эти вещи очень много преподавал разных курсов включая биологии научная фантастика и про уэллса можно поговорить и про шарикова и про илью иванова но наверное это нужно отдельный доклад михаил давидович я на самом деле хочу сказать спасибо и мое спасибо историческое оно наверное продолжается лет шестьдесят мы присутствуем мы мы к счастью современной медицины генетики евгеники мы долго живем гораздо дольше чем жил ли даже члены семьи дарвина и гальт на хотя они тоже были долгожителями мендель не дожил до семидесяти вот я надеюсь до следующего года все таки дожить но мне будет 70 но в 1968 году нет седьмом еще до чехословакии до разгона интеграла мне было двенадцать лет и я присутствовал при первых семинарах михаил давидович в новосибирском академгородке его знаменитый шефиня раиса львовна берг была моей первой по жизни учительницы и биологии которая учила мне скрещивать дрозофил мне довелось это все на себе испытывать в течение того самого года до шестьдесят восьмого потом это все рассыпалось и вот эти самые импринтинги все генетики и не генетики согласятся что учителя не менее важны чем гены а сочетание нерчура с нейчером оно и есть то что мы ищем не вдаваясь долгие споры насчет семейственности не приводя примеров достоевского и толстого мы все знаем что их потомки в лучшем случае были теми на ком генетика отдыхала я с удовольствием опять же говорю спасибо за то что эти знания искореженные знания отказненных и умерших людей от людей еле выживших ссылки как тимофей обрисовский наши учителя такие как рейса львовна и михаил давидович и огромная плеяда на самом деле учителей она до нас донесла и теперь мы даже американским студентам кое-что можем им от нас кое-что может перепасть какие-то крохи на самом деле у меня были даже моей провинции студенты которые очень хорошо работали и интересовались потрясающими вопросами например вот почему никто не думал о генетическом коде до вот цена и крика фактически или до гамова то есть до недавних совсем времен только сегодня я вернулся с лекции где я преподавал как такую хрестоматильную истину ту самую фенилкетонурию про которую михаил давидович рассказывал это все есть в книгах стоит только посмотреть но оно есть потому что его наши учителя вот эти все поколения отмен для дарвина и гальтона все это туда положили поставили и сделали доступным известным еще во всякую до компьютерную конечно эру и даже до днковую они работали вслепую они фактически запустив руку вот в этот ящик стола господней они шарились там укалывались а всякие кнопки и вытаскивали все эти финтифлюшки которые мендель называл даже не генами слова гены придумали позже а какими-то наследственными детерминантами а где им было знать вообще что там внутри помещается если они даже хромосом до конца 19 века не могли окрашивать и видеть то есть мы присутствовали на самом деле при рождении этой науки когда я учился в университете в новосибирском все что мы могли делать днк это намотать ее на стеклянную палочку в слизистом виде вот это было еще в 70-е годы то есть достаточно сказать что знаменитый джеймс уатсон фактически открыватель структуры днк он видел как вся эта наука развивается мне трудно находить слова именно потому что я очень редко по-русски на этом так сказать языке наших предков говорю про эти предметы но я практически ежедневно говорю об этом по-английски ну достаточно сказать что у меня в офисе лежит книжка по которой книжка знаменитого датского генетика йогансона которая принадлежала рейсе львовне берг дан переданная мне ее дочка или за кирпичниковой все эти имена они светятся как звезды на небосклоне истории нашей науки пару слов про книжку бабкова это замечательная история которая как все замечательные истории имеет анекдотическую компоненту в этой книжке 800 страниц и когда меня попросили ее перевести ее напечатал в итоге колд спринг-харбор самая главная лаборатория генетическая когда меня просили перевести конечно мы с редакторами думали ее сократить потому что там огромное количество всякого шлака включая очень скучную биографию фактически список рода карла фон бера всех наследников не только интересных фигур типа достоевского но и менее интересных типа премьер-министра витте это то что называлось тогда фотография то есть патологическая биография всяких знаменитых людей но каким-то образом обладатель копирайта на книгу в россии сказали что если уж переводить то переводите все от слова до слова таким образом извините немножко волнуюсь потому что это все настолько близко к тому чем я просто последний ну честно говоря 60 лет и занимаюсь ну вот мое одно слово это огромное спасибо вот и все здорово спасибо виктор а михаил есть кто-то добавить типа или вы пропускаете переходим к следующему вопросу а у меня микрофон не включен 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 а я интересно я только хотел добавить что в этом письме мюллера сталину там упоминается что не нужно изменять гены как-то поскольку это будет достигнуто не ранее чем через тысячелетия ну нужно просто улучшать концентрацию хороших генов которые уже есть а сейчас уже это метод методы изменения генов самих они рутинным практически а это очень классный пример это напоминает да так и написано напоминает мнение билла гейтса который говорил да кому нужны эти персональные компьютеры там на весь мир спрос будет там стоили там 500 штук это совершенно феноменально потому что говорят очень профессиональные люди да ну хорошо спасибо виктор и очень трогательно сказал 60 лет все-таки ты загнул ты не 60 лет этим занимаешься поменьше все-таки немного ну ладно неважно хорошо спасибо михаил вопрос да есть марк ссори марк марк каневский да 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 говорите ага так слышно меня да 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 михаил спасибо я прошу прощения я может быть стараюсь пытаясь притянуть за уши одну значит категорию к другой несовместимые совершенно но но мне вот интересно притянуть искусственный интеллект вот генетики кто-нибудь пытался рассмотреть искусственный интеллект вот сейчас уже в наше время как не биологический вариант генетики 19 века вот наверно нет но может быть да неважно вот вы если вы имеете какой-то интерес вот к стыковке вот этих понятий евгеники искусственного интеллекта как вы смотрите на то ну почему я задаю вопрос не первый раз честно говоря потому что я считаю что биологическая цивилизация вернее я согласен с теми кто считает что биологическая цивилизация обречена вот вот это западная наша цивилизация она уничтожается просто вот поэтому надежда моя лично надежда на искусственный интеллект совершенно разные мотивации я могу объяснить но наверное не надо объяснять но идея вопрос ваш я да а вопрос такой значит если по поводу искусственного интеллекта как вы лично рассматриваете взаимоотношения между значит человеком то есть биологической цивилизацией и искусственным интеллектом я задавал этот вопрос значит как слуги чтобы искусственный интеллект ну и вообще вот и оснащенный орудиями и средствами производства и транспорта были бы слуг слугами как до сих пор это рассматривается или это все таки можно можно целесообразно делать создавать независимую небиологическую цивилизацию которая может просто элементарно сохранить память о человечестве вот как ваш выбор вот может быть это не относится к вашему к вашей специальности спасибо вы знаете может быть кто-нибудь из слушателей более компетентен я тут не могу ответить на этот вопрос правда я в искусственном интеллекте я не образован просто вот и все ну и извините тогда все спасибо у нас аудитория такая замечательная это конечно очень такой широкий вопрос поэтому я бы не стал это всерьез обсуждать сейчас никто тут не компетит Семен пожалуйста да да слышно да во первых Михаил огромное спасибо за очень интересный доклад но в нем очень много материала вмещено и конечно кое-что сказано несколько скороговорков с моей точки зрения и поэтому я хочу просто подчеркнуть тот колоссальный вы касались этого драматизма жуткий который был связан вот с этой самой значит Евгеникой в России в Советском Союзе когда началась вот эта компания Лысенковщины и как-то вот этот Герман Мюллер это конечно великий совершенно ученый и очень я бы сказал наивный человек по тем временам когда Николай Иванович Вавилов возвращаясь из Южной Америки как раз остановился в Берлине и тогда он с ним вторично встретился он с ним встречался еще в 21 году в Америке а потом кстати говоря в 22 году Мюллер впервые приезжал в Советский Союз и выступил с блестящим совершенно докладом на посвященном столетию с днерождения Менгеля тогда отмечалось в этом самом Кольцовском институте а в 32 году в 33 уже когда Вавилов возвращался из Южной Америки и он остановился в Германии вот тогда он его как говорится уговорил поехать в Советский Союз там совпало вот это приход Гитлера к власти в этом самом там были жуткие какие-то наезды на этот институт генетический и Мюллер переехал в Советский Союз для Вавилова это было счастье потому что такого крупного ученого он же привлекал всех кого мог привлечь в Союз и вот надо было так получиться чтобы как раз в 36 году когда был этот самый Лысенко набирал силу и так далее и так далее Мюллеру пришла в голову эта идея что надо так сказать Сталина привлечь к этим проблемам Евгеники и Левит который тоже оказался очень наивным человеком они были знакомы Левит стажировался в Америке и они были знакомы еще так сказать они так сказать у Моргана работал они они были друзья но Вавилов жил в основном в Ленинграде а вот институт генетики был в Москве и рядом был этот институт медицинской генетики Левита и вот они тогда значит снова возразились и вот он помог Мюллеру русский текст сделать так сказать хорошим и так далее и это была конечно роковая ошибка с их стороны потому что следствием этого было то что институт медицинской генетики был ликвидирован Левит значит был тут же казнен а Гол и другие начался вот этот разгром генетики он начался с медицинской генетики и это так сказать вот а в 39 в 38 году когда были жуткие эти самые нападки на на Вавилова на всех генетиков именно на то что вот этот это Евгеник этот расизм Вавилов занимался культурными растениями он имел к этому никакого отношения но его тоже обвиняли значит в этой самой Евгенике и так далее и когда он выступал в этом самом а Мюллер в это время так сказать когда его обвиняли в том что он так сказать империалист и расист и так далее и так далее он в республиканской в Испании создавал вот это вел борьбу с франкистами в этой самой свободной армии республиканцев и в котором было много так сказать ну не много но были там представители НКВД и представители так сказать из Советского Союза засылали потому что это была борьба с фашизмом это было очень важно для Советского Союза потом когда она была разгромлена все эти люди вернувшись в СССР тоже были казнены вот эти борцы с фашизмом так что это была очень драматическая драматическая история и а в 37 году вот вы это упомянули в 35 году был в Советском Союзе физиологический международный физиологический конгресс и этому государство придавало очень большое значение потому что Советский Союз все еще был в такой полуизоляции и они очень хотели значит вот а в 37 году должен был состояться генетический конгресс в СССР и этот генетический конгресс его это Вавилова была идея то есть ему конечно он согласовал с властями в 32 году когда был генетический конгресс в Америке они решили следующий конгресс проводить в СССР и советское правительство это одобрило но в 330 где-то и когда он приближался должно было он бы показал большие достижения генетики потому что основное в чем обвиняли из Лысенковщины поначалу Лысенко Презент обвиняли Вавилова генетика что они занимаются теорией и ничего не дают практики а этот конгресс должен был показать вот это успехи генетики в том числе и в практической области в сельском хозяйстве и так далее и вот Лысенко поставил задачу не допустить этот конгресс и с 35 года началось жуткий афронт на генетику это идеализм это антисоветизм это конечно вот этот самый значит расизм и все такое фашизм это все значит несет в собой якобы генетика и в результате этот конгресс 37 года был государство его закрыло это был шок для мировой общественности потому что ученые готовили со всего мира приехать на этот конгресс докладывать делать доклады все уже было готово и вдруг раз его откладывают его откладывают потому что якобы значит он не готов тогда конгресс был перенесен в Эденбург и он состоялся уже в 39 году в значит вот в Великобритании в Эденбурге и от Советского Союза туда должна была поехать делегация и опять же Лысенковщины сделали все чтобы этого не допустить единственное если в 32 году один представитель был от СССР Николай Иванович Вавилов в Америке то в этот раз так сказать они и его не пустили это нецелесообразно были соответствующие доносы так сказать вмешались Молотов Берия и Вавилов не поехал и что интересно Конгресс этот практически можно сказать не состоялся не состоялся он потому что то есть он начался и был ликвидирован через 2-3 дня почему потому что этот Конгресс был открыт первое заседание было на следующий день после подписания договора Риббентроп-Молотов и вот когда обнародовали этот договор Риббентроп-Молотов всем стало ясно это было 24-го если я не ошибаюсь августа 39-го года всем стало ясно что началась война поэтому немецкие ученые немедленно уехали в Германию другие стали разъезжаться по своим странам потому что когда говорят что война началась 1-го сентября с нападением Германии на СССР это не совсем точно потому что это было начало уже реальных военных действий но фактически война началась с подписанием договора Риббентроп-Молотов и начали эту войну гитлеровская Германия и Советский Союз это все должны знать и помнить и это имеет не прямое но некоторое отношение к Евгенике спасибо Михаил еще раз за замечательный доклад очень приятно было вас видеть Виктор прекрасно Грейшу Львовну Берк упоминали это все мне очень близкие люди и спасибо 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 за дополнение это конечно каждый каждый элемент имеет свою драматичную историю я старался как бы сдерживать себя я конечно знаком со всей этой историей о том что отменили Конгресс большая литература есть так сказать уже обсуждает как и что да все это вот одно замечание только я хотел сделать не знаю согласитесь ли вы или нет вот Бобков историк науки который собрал собственно эту книгу задается вопрос ну почему же так Сталин негативно ответил что тут тут какой-то личный момент потому что когда там скажем родословные выдающихся людей там все то там какие-то сгустки кластеры ну а он из семьи там отец сапожник значит вот я как-то был мне в Грузии когда в тылаве там еще значит у друзей грузинов они там колоссальное кладбище и там мне рассказывали что нашли могилу отца Сталина и с радостью сообщили а он сказал что я сам знаю где в общем прикрыл этого дела если есть мавзолей мамы его так сказать в Тбилиси то там ничего этого нет да так вот мне кажется что дело в том что репрессии и остановка медицинской генетики как бы еще до лосинкаизма произошли правда же это еще он только взбирался вот а здесь Сталин уже прикрыл полностью медицинскую генетику генетика человека и вот это с 36 года ну практически на 30 лет полных так вот это и я бы сказал бы что и сейчас полностью не оправился потому что многие ветви они просто все они уже не разрабатываются которые там были в самом начале вот если вы посмотрите этот четырехтомник трудов медико-генетического института там столько еще спасибо спасибо да да конечно все 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 правильно потому что еще надо надо помнить что когда товарищи Ленина спрашивали вот представьте себе это двадцатый год двадцать первый год это жуткая разруха это полное значит вымирание населения и тогда какие самые Ленина спрашивали в чем состоит самая главная задача советской власти он отвечал что главная задача советской власти это создание нового человека каким образом естественно не генетическими мутациями или скрещиваниями а путем воспитания так сказать социалистического человека лишенного капиталистических предрассудков вот для этого нужно было создавать нового человека с средствами среды средствами этого самого а не какими-то там биологическими средствами это я думаю кстати имеет некоторое отношение к искусственному интеллекту в котором я ничего не понимаю но я только думаю что что человечество еще не не надо ставить крест из-за этого на биологии человечества я согласен крест ставить не буду спасибо Игорь пожалуйста добрый вечер Михаил Давыдович огромное удовольствие вас видеть в очередной раз и и общаться с вами к сожалению вот в чем я вообще не разбираюсь так это в биологии но благодаря вам тут есть какие-то сдвиги я уже кое-что стал понимать огромное спасибо по поводу кластеров не кластеров гениальности я потом расскажу историю одну совсем другого типа а по поводу кластеров гениальности я в своей жизни общался с одним человеком который могу назвать гениальным и я был очень близок с семьей этого человека и он оправдал свое предназначение его папа был рабочим ленинградском заводе я его почти никогда не видел трезвым мама была добрая хорошая домашняя тетя и насколько я знаю в их семье никогда никого близко такого уровня или даже половинчатого уровня никогда нет так что иногда природа отдыхает на детях гениевы иногда как-то получается совершенно наоборот объяснить я это не могу в моем случае у нас боковой ветви в нашей семье есть Нобелевский лауреат но это никак не отразилось на ветви параллельной никаким образом мы все абсолютно нормальные а вот в той ветви как раз вот в той ветви двоюродного брата дедушки там таки да там таки получилось почему-то очень много включая Нобелевского лауреата но я хотел рассказать вам просто совершенно даже не вам всем историю когда вы сказали о том что нынче искусственное осеменение и сохранение спермы является совершенно обычным делом то существует так сказать еще и боковая фетвь этого это получение спермы от умерших от погибших в нашей семье двоюродных линий произошла трагедия когда погиб единственный сын моей двоюродной взрослый человек у него не было детей у него не было даже жены и когда его привезли мертвым уже в госпиталь им предложили взять у него каким-то образом спермы не знаю как это делалось они согласились они были рады даже этому примерно пять лет ушло на попытку осеменения с разными женщинами это очень сложно в той стране где они живут все очень было сложно пришлось это делать за границей в Болгарии там пятое-десятое в конце концов по-моему с третьей или четвертой попытки родился у суррогатной мамы совершенно замечательный тьфу-тьфу-тьфу ребенок который сейчас пошел в школу только что и дедушка с бабушкой получили любимого внука очень похожего на их погибшего сына и я думаю они будут умирать в свое время дай Бог им долго жить счастливыми людьми вот благодаря науке благодаря тому чем вы занимались благодаря всему этому возможны и такие тоже случаи большое вам спасибо всем кто участвовал в этом в этом добром деле спасибо да одно замечание можно да конечно это вы правы тут такие возможности многие люди таких профессий и космонавты они оставляют свои сперми если в случае с ним что-нибудь случится то могут произвести потомство это так сказать такой аспект и гораздо более трудная задача это криоконсервация яйцеклеток она сейчас активно разрабатывается и в общем имеется как говорится запрос если вот по евгеническим соображениям наибольший возраст вступления в брак и оставления потомства ну скажем 20-25 лет то сейчас это откладывается на 35 и более лет а вот хорошо известно уже что к этому возрасту за 30-35 лет например довольно резко возрастает частота возникновения некоторых мутаций хромосомных ну в частности такое ужасающее как болезнь дауна когда лишняя 21 хромосома приводит к полной значит ну почти к дебильности и ничего с этим сделать нельзя но частота возникновения к 40 годам скажем если женщина вот рождает то в 10 раз увеличивается частота возникновения этой опасности и так она достаточно велика там 1 на 1000 а так будет уже 1 на 100 вот да вот теперь уже чтобы не быть на такой ноте такая байка легенда существует что Бернарду Шоу Айседора Дункан предложила вступить в брак и сказала что давайте мы соединим и будем моя красота и ваш ум ребят вот а Бернард Шоу сказал а что будет если наоборот мое безобразие значит ваша глупость вот я защиту Айседора Дункан могла сказать следующее вы знаете у нас будет много детей и один из них обязательно в силу Мендельских законов будет прекрасный ребенок и кстати говоря она могла привести в пример Фрэнсиса Гальтона потому что он родился младшим девятым ребенком спасибо спасибо да Иосиф пожалуйста меня слышно да очень хорошо значит у меня большое спасибо интересный доклад у меня несколько такой практический значит я математик и значит немножко знаю детей больших математиков и вот у меня такой это комментарий вопрос ну и хорошо известно что гениальные гениальные люди они или бесплодны или у них это часто ну часто не часто но дети больные ну вот это известно что такой был величайший математик Давид Гильберт и его сын был я не знаю неполноценным во всяком случае там ничего из себя не представлял но по-моему он был больным у Эйнштейна было два сына один сын был профессором а второй значит это покончил свою большую часть жизни провел в сумасшедшем доме насколько ну это всем известно ну и значит вот я то же самое вот известен такой ну он очень крупный математик Новиков он сын был академиком Новикова и значит его мать была сестрой академика Келдыша тоже был доктор доктор физмат наук тоже крупный математик и вот у них в семье значит вот этот Сергей Сергей Новиков академик а его сестра была больна она по-моему всю жизнь провела в сумасшедшем доме или большую часть сумасшедшем доме ну и значит это очень много что у у великих людей они бесплодны ну и Ньютон и там я не знаю я не знаю если были ли отпрыски у Шекспира и там ну Холмогоров величайший математик он был гей ну и таких массой массой вот значит это с одной стороны мой комментарий а с другой стороны к вам такой вопрос вот есть же опасность что вот такая ну да ну вот ты комментарий это и было одним из мотивов таким двигателем мотивации что многие выдающиеся люди имеют либо очень малочисленное потомство это так вот Роберт Грэхм так вот и мотивировал свое желание или вообще не имеет потомство а если вот сохранять сперми наследственные клетки ну наследственные germinal choice называлось это как Мюллер назвал то можно получать вот теперь даже в этих банках имеется такая селекция что некоторые так сказать доноры сперми они востребованы до 100 раз и уже ограничивают чтобы не было близкородственно скрещен все от него уже нельзя получать потомство иначе будет вот так вот то есть это вообще проблема а сейчас она в современной ассистированными технологиями репродуктивными она может решаться если они согласятся сами давать свое наследственное вещество можно значит его потому что браки браки значит некоторые безбрачные а браки могут быть просто бесплодными стерильными это примерно в 10-15% случаев это очень много половина из них половина примерно 40% со стороны мужчин 40% женщины и оставшиеся несовместимости вот так что вот так вот если бы это была проблема осознанно то конечно бы тем более я могу добавить Иосиф к этому вопросу статистика примерно такая и много исследований было что наследственность как минимум на 50-60% IQ на 50-60% вещь наследственная это как бы вот статистически если в больших массах смотреть то ответ на ваш вопрос такой что в среднем у умных людей будут рождаться все таки больше умных ну и у глупых больше глупых но это больше ну такое оно не очень сильно отличается от ну например на 10% высшей вероятности и так далее то есть это не гарантированно но безусловно позитивная корреляция так что я хочу сказать что это известно что у великих людей раздались больные дети и это масса масса ну конечно но это эта статистика мне просто неизвестна может быть она и есть именно я просто знаю ну почитайте литературу у Эйнштейна был больной сын у Гильберта был больной ну да но это же показательство какой-то общей картины исследования специальные чтобы ответить на этот вопрос брать людей с высоким IQ смотреть как там у них дети это целая песня может быть оно и сделано это исследование но хорошо спасибо тогда да вы знаете Йосиф к вашему выступлению я эту семью хотел привести Келдыш и Новиковых там удивить это по сверхгусток так сказать гениальных математиков вот и сам Сергей Новиков говорил что вот Келдыш она так сказать математика она была совершенно колоссальным потенциалом и таким и умственным и репродуктивным что-то вот там было просто и потомство ее и все родичи в общем суперматематики были да было бы замечательно такое родословие может быть вы составите ее нет ну я я это не занимаюсь но но я знаю что ну во-первых там много было факторов но известно что этот отец Сергея Новикова этот он был очень крупный математик этот Петр Новиков но он был алкоголик алкоголик был но это известно и сам Сергей был там очень ну нельзя сказать что был по такой силе алкогол тоже очень любил выпить и вот ну я не знаю какой фактор способствовал но дочка вот это вот ну сестра родная сестра Сергея Новика она провела большую часть своей жизни в сумасшедшем доме ну понятно понятно ну это уже выходит это уже отдельная история да Михаил пожалуйста ну прежде всего я хочу меня слышно да прежде всего хочу поправить оговорку Семена потому что в 39 году Германия не нападала на Советский Союз на Польшу а не на Советский Союз правильно но вы сказали Советский Союз нет я этого не сказал ладно давайте не будем на это вы оговорились окей у меня есть тут несколько вопросов но как-то вот попутно вот к тому что о чем сейчас говорили я не собирался говорить о себе но все-таки так сказать апропо мой дед был музыкантом-любителем да у него было 11 детей из которых трое были музыканты профессиональные один скульптор и в следующем поколении было тоже три музыканта композитора и в дальнейшем тоже то есть по прямой линии продолжается вот это композиторское музыкальное дарование ну так кстати а Михаил мне я с большим интересом слушаю ваши доклады потому что во-первых они очень интересные очень хорошие во-вторых я мало что в этом понимаю вчера как раз я вторично прослушал ваш прошлогодний доклад про Авраама и его пены меня это особенно интересовало потому что я тоже в своей науке занимался тем чем никто другой не занимался но это так к слову вопрос у меня о генеалогии Шафирова потому что я много лет искал как вообще ее найти если она существует потому что мой прадед по матери был из колена Шафиров и когда мы говорим о гениальности способности людей под Шафировым ниже то ведь я думаю что это мало имеет отношения к еврейству то есть в том смысле то и когда почему начал заниматься генеалогией Шафирова дело ведь в том что у него не было сыновей а были две дочери которых он выдал за долгоруких поэтому все это потомство это сплошные Рюриковичи это так сказать интересный факт поэтому вот мой первый вопрос где я могу найти эту генеалогию пришлите мне ваш адрес и я вам пришлю книгу об этом Рот Шафирова это потрясающе было совершенно потому что я я предполагаю что я так сказать тоже занимался историк дудаков историк русского еврейства специально написал книгу Рот Шафирова хорошо а также есть большая статья вот в книге которую я показывал там так сказать родословно очень детальная хорошо дальше еще да ну мне Игорь даст ваш адрес теперь у меня есть вопрос интересный но прежде чем я его задам я вот что вас спрошу имеют ли гены регулирующую роль в функционировании организма если да тогда я задам свой вопрос я даже не понял вопрос давайте вопрос имеют ли гены регулирующую роль в функционировании человеческого организма ну конечно а как конечно окей задавайте вопрос окей Виктор феткивает головой мой вопрос может показаться кое-кому как-то переводом это в юмористический план но это далеко не так прежде чем я задам свой вопрос тут должна быть преамбула такого рода когда Роден выставил своего мыслителя вся Франция смеялась было совершенно очевидно на чем он сидит многие пишущие и думающие люди знают что лучшие мысли приходят именно в том помещении которое является квинтэссенцией приватного пространства похоже что в этом есть определенные биологи физиологический смысл и тогда Роден становится в один ряд с Гайденом и Эйнштейном первый начал свою ораторию сотворения мира колоссальным взрывом всего оркестра предсказав теорию Биг Бэнк а второй играя Моцарта пришел к теории относительности некоторые люди страдают от редкой болезни которая называется дисавтономия она выражается в резком падении давления после принятия пищи получается что активизация работы желудка раздражает мозг физиологически а освобождение от шлака активизирует его в интеллектуальном направлении и вот мой вопрос что современная генетика знает об этом ну вы знаете здесь такая такая сеть взаимодействующих факторов и генетических и негенетических взаимодействий со средой что каждый раз нужно разбираться это специально как конструироваться такие сейчас сети как разные гены как они между собой взаимодействуют и как они реагируют на среду так что здесь это самое вот так вот надо ответить а в отношении того что смеялись смеялись так это же вопрос социальной психологии и восприятие всего нового когда Менделеев предложил свою периодическую таблицу там и его предшественник сказали они вы не пытались вы это в алфавитном порядке упорядочить химические элементы настолько это было значит да хорошо спасибо понял ответ спасибо спасибо да мне кстати никогда эта идея даже в голову не приходила было очевидно что это совершенно другое он имел ввиду да Ростислав пожалуйста только можете включить видео Игорь к сожалению не могу я сейчас болею и лежу прошли выздоравливайте выздоравливайте спасибо я явно выздоравливаю еще не до конца давайте на свой вопрос хорошо вот спасибо большое за лекцию у меня есть несколько вопросов я хотел бы задать их секвеншалы да one by one сначала one by one да то есть но сделать их достаточно простыми чтобы подойти к главному вопросу значит первый вопрос связан вот с чем да то есть я понял когда вы рассказывали о том что генетика может влиять на то что некоторые химические процессы у людей в головном мозге ведут к проблемам связанным со здоровьем да то есть там в частности вот человек может так сказать достичь какой-то степени кретинизма просто из-за того что вот не работает правильно чисто внутренняя биохимия с этой точки зрения мне вот какой вопрос да то есть вот если мы возьмем нормальных однояйцевых близнецов да то есть то что генетический код у них один и тот же как наличие того же самого генетического кода влияет на структуру головного мозга знаем ли мы что-то об этом или нет конечно большая литература есть по этому вопросу значит близнецов сходство близнецов живущих в одной среде близнецы однояйцовые или монозиготные как говорят разлученные в самом детстве и потом изучают вот и эта проблема вы знаете была поставлена и разрабатывалась в медико-генетическом институте там был колоссальный такой детский сад из близнецов они там и брали и как раз изучали как всякие программы обучения влияют на функционирование генов и однояйцовых близнецов изучали обучали по разным программам и смотрели результат это как раз замечательный ответ на ваш вопрос вот так это нужно делать они значит совершенно один и тот же генотип но разное воспитание разное значит взаимодействие вот с мозгом и ну и и мой вопрос недостаточно еще вы знаете мой вопрос на самом деле не об этом потому что вы рассказываете о косвенных признаках того насколько похожи или не похожи они оказываются оказавшись в одной или другой среде мой вопрос более механический да то есть дело в том что строение головного мозга я не специалист поэтому я естественно говорю на основе того что я что-то слышал или читал подразумевает скажем формирование внутренних полей ответственных скажем за процесс речи за способность человека писать и говорить за способность человека рисовать картины за математические способности логические да это конкретно можно связать с совершенно физическими структурами внутри головного мозга то есть моя речь мой вопрос не столько что вот мы смотрим на косвенные признаки того во что они превращаются а вот именно на то насколько похожи структуры у этих людей причем это врожденные структуры на самом деле насколько эти структуры похожи у генетически идентичных близнецов известно ли что-то по этому поводу или вы даже себе такой вопрос особенно не задавали наверняка есть но это это я думаю что эти работы немногочисленные а как вы будете изучать структуры эти если томография нужна то есть или разрезание после смерти мозга да ну понятно я вот почему если я встречу такой работы я вам сообщу как-нибудь ну я с огромным интересом я почему спрошу опять же не будучи специалистом просто следя зачем-то вот мы когда говорим о гениальности да мы как правило подразумеваем людей которые являются ультра заточенными на какую-то очень одну деятельность и в этой деятельности они действительно делают то что другие даже не видят да то есть как бы вот гений создает картину и все на нее смотрят бог мой мы даже не могли подумать что можно вот с такого ракурса и такими красками это нарисовать да то есть вот мы обычно называем гениальностью именно это а так любого художника практически любого здорового ребенка можно научить рисовать хорошие картинки то что вот эта техника точно так же как практически любого ребенка можно научить хорошо играть музыку но он не станет гениальным художником он не станет гениальным музыкантом а изучение мозга как раз вот таких гениев показывает что поля отвечающие за эту деятельность у них в разы превосходят даже на порядке и происходит по размеру того, что находится у обычного нормального человека. Но есть теория о том, что формирование этих полей, оно мало зависит от генетики. То есть оно есть, но сам по себе это процесс случайный, момент рождения ребёнка. Я не знаю, насколько это правда. И опять же, я говорю по литературе, которую я уже читал несколько лет назад, и не будучи специалистом, мне тяжело это отслеживать. И кроме того, когда мы все обсуждаем... То есть я что хочу сказать? Мне кажется, что от генетики, как детерминанта гениальности, мы ожидаем слишком многого. Тем более, что если мы возьмём гения, который является идеальным заточенным инструментом на какую-то деятельность, у него есть куча других проблем. В частности, это плохо адаптированные к жизни люди. Они могут быть социопатами, они могут быть абсолютно беспомощными, беспомощными, если нет рядом человека, который мог бы, соответственно, взять на себя функции того, что они вот и их бухгалтер, и их повар, и, так сказать, следят за их здоровьем и т.д. и т.п. И когда мы говорим, что на детях-гениях природа отдыхает, но если ребёнок рождается в такой семье, соответственно, часть может быть связана с тем, что просто само формирование головного мозга механического у него произошло немножко по-другому, и нет вот такой вот выделенной аномалии чисто физиологической. Это во-первых. А во-вторых, он ещё растёт с родителями, где, мягко говоря, родитель может им и не заниматься. Да? И то, что потом... И кроме того, есть давление общества, которое от этого ребёнка ждёт, что этот ребёнок должен быть абсолютным гением. Но понятно, что в такой ситуации ребёнок наверняка вырастет с какими-то психическими проблемами. То есть было бы трудно ожидать, если бы было наоборот. То есть, ну, я не знаю, я как бы думаю вслух, вы, наверное, думали значительно больше. То есть у вас есть какие-то мысли по этому поводу? В чём вопрос, собственно говоря? Да, вы сложная, сложная проблема, конечно. Нет, вопрос в конечном итоге, что не ожидаем ли мы от генит... То есть я понимаю, что генетику можно поправить, чтобы убрать какие-то заболевания. И в этом реально есть вот... Можно предъявить результаты. Но когда мы говорим о гениальности и пытаемся связать её с генетикой, не слишком ли многого мы ждём от генетики? Потому что, во-первых, у нас субъективное определение того, что такое гениальность. Во-вторых, большинство гений – глубоко нездоровые психические люди. Вот тот же Новиков, которого вы упоминали, да, то есть, будучи заслуженным математиком, он решил попробовать себя в истории. Но бесслёзно результаты смотреть нельзя. При этом он сам уверен, что его альтернативная история, она абсолютно верна. Это, наверное, уже вы Фоменко имеете в виду, а не Новиков. Ну, там и Новиков, и Фоменко, они вместе работают, если я не ошибаюсь. Ошибаетесь, ошибаетесь. Там был как-то его фамилия Новосонский или что-то в таком роде. Там другая. Это не тот Новикова, о котором вы говорите. А, ну, тогда, значит, ошибаюсь. Фоменко замечательный тоже математик, который вот эту вот альтернативную историю фиктивную там. Ну, хорошо. Вопрос, да, это всё, да? Это, в принципе, всё. Да, спасибо. Да, спасибо. Хорошо. Я только одну ремарку к этому выступлению хочу сказать. Да. Что это обычно, очень часто, когда говорят, что зависит от какого-то гена, думают, что здесь детерминизм. Никакого детерминизма нет, потому что имеется, так сказать, понятие такие, степень проявления гена и степень его выражения. Оно зависит от взаимодействия с другими генами, от среды. Так что, ну, гены – это основа, а детерминизма такого нет, за исключением некоторых, там, ну, скажем, синдром Дауна, когда лишняя хромосома. Так что, вот так вот я бы ответил вам. Ну, более того, буквально одно слово добавлю. Установлено более-менее, что порядка тысячи генов отвечает за интеллект, и роль каждого из них малопонятна. Известно, что их очень много, вот сейчас очень интенсивно идут исследования, пытаются локализировать, но это нерешенная еще задача. Ясно, что их много. Это не как вот синдром Дауна. Это очень сложная вещь. Интеллект, тем более гениальный, станет ойдут. Хорошо. Яков, пожалуйста. Окей, Михаил, большое спасибо за очень информативную лекцию. У меня такой вопрос. Представьте себе, что есть папа с мамой. У папы с мамой есть сын и дочка. Вопрос. От кого, какой, ну, я понимаю, вопрос статистический, От кого, скорее всего, сын и дочка будут наследовать таланты? От мамы, от папы, или от бабушки и дедушки? И с какой стороны, с материнской или с отцовской? Какой шанс, что мой сын возьмет что-то от меня, или от моей жены, или от моих родителей? Есть какой-то детерминизм в этом деле, или, по крайней мере, статистически убедительная информация? Ну, обычно творческие люди, вот, если читать биографии, то большинство говорят, у меня вот эти свойства от мамы, а эти от папы, они как-то сами люди чувствуют это. Меня это всегда удивляло, но нужно доверять этому вот мнению, потому что каждый человек это знает и видит вот так вот. То есть одни могут зависеть больше от мамы, другие от папы. То есть исследований ясных нет? Ну, я бы только опирался на мнение писателей и самих людей творческих. Вот хорошо было так собрать. Очень часто в биографии говорят, вот это свойство у меня от мамы. То есть такой неубедительный ответ, да, Яков? Нерадующий. Яков, у вас еще есть вопрос или это все? Ну, конечно, если, Яков, если гены локализованы в половой хромосоме, а женщина имеет две половые хромосомы, только одна достается сыновьям, то, конечно, в этом смысле, в отношении, ну, а там, значит, предположим, пять тысяч генов или примерно, ну, скажем, то, естественно, что вот эти гены, которые передаются от мамы, они могут больше влиять. Потому что у них, мужчина имеет одну только их хромосому. Вот так вот. Если, скажем, если ген, вот, значит, когда две хромосомы, один ген нормальный может быть, другой мутантный, и нормальный ген доминирует над мутантным, так? И у мамы этот ген, у дочерей не будет проявляться. Но у сыновей-то нет оппозитной хромосомы. И тогда те вот эти рецессивные гены, как мы будем говорить, будут проявляться у сыновей, вот, рецессивные, которые они скрыты. Ну, как вот с гемофилией было в царской фамилии. Вот. Там досталось вот одному ген гемофилии. По отцовской линии, скажем, дочери несли этот ген гемофилии, но он не проявлялся у них. Понятно. Unmute. Да, все, спасибо. Достаточно понятно. Спасибо. Да, Алексей, пожалуйста. Да, значит, у меня два вопроса. Первый – это связанный с реабилитацией Евгеники. Вот я биолог, и я, в общем, впервые серьезно прочитал про Евгенику в книге Рональда Фишера. Он, в общем-то, известный математик, статистик. И, значит, он много занимался теорией эволюции. И у него блестяще совершенно написаны вот последние главы про как раз Евгенику. И я был удивлен, что я нигде раньше не встречал вот такого подробного изложения Евгеники. Какая замечательная наука, и почему она забыта. Потом я понял, что она стала связана с нацизмом. И в результате фактически вместе с водой выплеснули в окно ребенка с удивительными идеями. И вот есть ли возможность как-то реабилитировать Евгенику? Может быть, под другим именем? Но, по крайней мере, вот эти идеи. Насколько это реально? Да, там были, с современной точки зрения, это были обычные, так сказать, евгенические взгляды, совершенно, так сказать, нормальные. Но я хочу сказать, что это последняя глава Фишера, его евгенические влияния на культуру. Подробно, специально разобрана в любящем свое время. А этот человек одновременно понимал и математику, единственный член биометрического общества международного, и, конечно, и биологию. И там подробно рассмотрено, вот, критически, это глава Фишера. А то, что касается статистических, то это, конечно, Игорь Мандель, специалист. По Фишеру. Я тут, я не занимался специально именно этой главой, но я просто знаю, в чем Фишера объявляли, обвиняли. Вот, когда ликвидировали премию его имени в 20-м году, так я очень подробно разбирался в аргументах тех, кто обвинял его. Там мгновенно это сделали, за две или за три недели. Самая престижная премия Статистической Ассоциации Американская была ликвидирована. Нету сейчас премии Фишера. Это было совершенно позорное явление. И я могу сказать, если вы эту статью не читали, я могу вам выставить, Алексей. А, ну да, там это подробно написано, в чем его обвиняли и так далее. И вот там главное обвинение было, что он поддержал знаменитого немецкого ученого, который остался в Германии. Его фамилия какая-то труднопроизносимая, Фалтшуллер какая-то. Это, кстати, пионер работы с двойниками. То есть, на самом деле, ученый очень высокого калибра. И Фишер поддерживал его как ученого. И он отрицал. А тогда не было, тогда еще не все было известно в 1946 году. Не все было известно про роль вот этих вот Мен... Как его, Менгеле, да, вот этого... А тот был ученик Менгеле, вот этот ученый, от которого поддержал Фишер. Вот ему это инкриминировали. Но там я подробно рассмотрел эти вещи. Это фиктивные обвинения. Фишер не мог знать тогда. У Фишера вообще, между прочим, сын погиб во время войны. Летчиком упрекать Фишера в его близости к фашизму и так далее. Абсурд. Просто абсурд. Но это классическая история. Такой Лидл, знаете, был. Это очень гнусная история. И я был возмущен. Ну ладно, это отдельная, так сказать, история. Спасибо. Да, у меня еще второй вопрос. А, да, пожалуйста. Да, значит, второй вопрос. Это Евгеника и эпигенетика. Значит, вот я так понимаю, что в нашей аудитории очень много генетиков, таких классических генетиков, судя по отзывам. И это замечательно. Но, тем не менее, вопрос об эпигенетике, он часто упускается из виду. И вот в самом термине Евгеника там звучит гены. То есть она, по сути, была геноцентрической теорией, как она возникла с самого начала. И в этом, в общем-то, ее слабость, что она мало уделяет влиянию агентности организма, агентности клеток и компонентов клеток. То есть все приписывается, вся как бы новизна, все творчество заключается исключительно в ДНК, в структуре ДНК и роль, скажем, мутации, мутогенеза. Вот то, что здесь говорилось о радиации, как источнике мутогенеза. На самом деле мутогенез – это просто «disturbance», это, сейчас как-то по-русски сказать, нарушение. И почему иногда эти нарушения приводят к положительным результатам, это только благодаря агентным свойствам клеток и внутриклеточных структур и организма в целом. То есть на самом деле эти компоненты творчески интерпретируют вот эту неправильную последовательность и пытаются ее исправить как-то и придать ей некий смысл. То есть это мисинтерпретация, которая по какой-то случайности оказывается полезной. И я хотел бы еще напомнить, что вот этот вопрос эпигенетики имеет особую, как бы это особая глава русской истории, русских традиций в биологии. То есть если мы возьмем Льва Семеновича Берга, если мы возьмем Шмальгаузена, Вавилова, то тут мы увидим колоссальную роль и окружающей среды, и вот возможности организма переинтерпретировать наследственную информацию и переинтерпретировать факторы среды в таком виде, что это становится осмысленным. И поэтому, хотя, конечно, мы знаем, что очень трагична была история с Лысенко, но это была не вина самого Лысенко, который, судя по всему, был достаточно честным человеком. Это была вина системы, в которой он был завязан. И, в общем-то, репрессия осуществлял совсем не Трофим Денисович, насколько мне известно, а люди просто, которые пытались прикрыться его именем. Это очень спорно. Можно отвечать, да? Да. Но я с этой проблемой, с тем, что вы спрашиваете, знаком очень хорошо профессионально. И у меня вышла книга еще «Век генетики. Эволюция идей и понятий». Там есть и взаимоотношения генетики, эпигенетики, рождения. И она выставлена разными сайтами. Если вы наберете, значит, «Голубовский век генетики», и там прочтете не очень мудренно, но, так сказать, профессионально просто, да. Вот. В отношении... Надо различать, просто скажу одну фразу, что три типа наследственной изменчивости. Мутационная, вариационная и эпигенетическая. И они взаимодействуют между собой. Так, все это у меня разобрано подробно. Ну и потом выступал ведь здесь Кунин, который написал большую, очень авторитетную книгу по эпигенетике. То есть эпигенетика – вещь такая, ну, обсуждаемая в клубе, скажем так. Насчет Лысенко я бы сейчас не стал визжать, но что-то мне кажется, это очень сомнительно. Да. А Лысенко здесь совершенно ни к чему, потому что она эпигенетическая. Если человек отрицает гены, то ему здесь в этом, так сказать, здании делать нечего, потому что это именно и вся эпигенетическая. Это есть регуляция генов белками, связывающие ДНК с метилированием и так далее. А насчет того, чтобы он честный, и вот на это уже давно дал ответ Шварцем, что да, все, среда, но зачем же быть первым учеником? Как сказано, да. Это уже да. Тут такое ощущение, что Семен Резник куда-то в сторону отошел. Он бы сейчас выдал насчет Лысенко очень много. Ну, давайте уж. Появились две крайности. То есть появилась, с одной стороны, геноцентрическая теория, которая полностью отрицала роль агентности, что... Нет, нет, нет. Были сразу... Машина. Извините, перебью. Сразу были разные течения, но одни из них доминировали. Я же сказал, что, смотрите, я недаром прочел высказывание мудреца Александрова, что за успехи в одной области приходится расплачиваться как бы неглижением другой. Возникла хромосомная теория. Блистательно отвечала на наследие, позволяла предсказывать, коллективственный учет делать. И казалось, что все уже заключено в генах. А, скажем, цитоплазматическая наследственность и эпигенетическая, которая была еще с Аннеборном, еще в 30-х годах разработана, она... Так развивается наука. Сначала что-то доминирует, а другие в тени. Потом возникает время. Это вот так... Это уже, так сказать, аспект развития науки любой. Вот. А были и сразу. Вот. Так что вот так вот я отвечу на это. Я извиняюсь. Вот я позволю себе чуть-чуть отклониться от правил. Семен, я просто... Именно потому, что я чувствую, вы хотите насчет Лысенко что-нибудь сказать. Только я вас прошу, ну, кратко и недолго. Там много людей в очереди. Семен, вам есть что добавить? Алексей сказал... Ну, просто один-два примера. Был ли персонально Лысенко плохой человек? Вот такой очень узкий вопрос. Дело не в том, был ли Лысенко плохой или хороший человек. Лысенко был продуктом эпохи. Он был очень темный, невежественный человек. При этом он был очень умный и хитрый. И он очень хорошо использовал ту ситуацию, в которой он оказался, когда все ученые, значит, оказались буржуазными, а он был крестьянский, народный. И когда возникали колхозы, так сказать, все это... Он стал колхозным, ученым. Все это было еще в 20-е... Ну, с начала 20-30-х годов. С годами он все больше наглел. И, конечно, в том, что... Он лично, естественно, не арестовывал Лавилова. Есть, так сказать... Пытаются утверждать, что Лысенко вообще доносов не писал. Лысенко писал доносы в газетах. Они были все опубликованы. В 1935 году он называл вредителей. В сельском хозяйстве вредителей сельского хозяйства. И когда его спросили, почему он не называет имен, он перечислил имена. В том числе, так сказать, Николай Иванович Вавилов, конечно, оказался на первом месте. И так далее, и так далее. При этом он рисковал, потому что товарищ Сталин мог бы в любом момент, так сказать, нахмуриться и сказать, что хватит. И он бы стал перегибщиком и так далее. Так что это была очень азартная борьба. И, конечно, никакой честности речи быть не может. Он был абсолютно бесчестный, наглый человек, который с годами набирал все больше, становился все более наглым, потому что ему становилось все больше и более позволено то, что не позволялось так называемым буржуазным ученым. И, так сказать, и он, конечно, сессия, доклад на сессии 48-го года. Это о чем тут говорить? Когда он всю генетику угробил. Конечно, он это делал, у него не было револьвера, автомата и роты стрелявших. Но он знал, что Сталин на его стороне, что Сталин ему, так сказать, там было письмо. Все это было сделано очень хитро. Генетики, которые пытались что-то возражать на сессии 48-го года, в последний день сессии узнали, что ЦК партии одобрил доклад Лысьенко. И поэтому все они оказались врагами не только Лысьенко, но и советской власти. И кто-то из них покаялся, кто-то нет. Все это известно. Но у меня в книге, вот она у меня сейчас под рукой, Николай Иванович Вавилович, Вавилович, все эти вещи, в общем, и сложные, разумеется, никаких окончательных истин у меня нет. Но все документы я проработал достаточно основательно, как это возможно на сегодняшний день. Спасибо, да, спасибо. Ну хорошо, Алексей, больше нет вопросов, да? Нет, нет вопросов. Спасибо, Семен, за, как бы сказать, комментарий, да. Михаил, пожалуйста, Михаил Маинс, да. Да, спасибо, Игорь. У меня такой вопрос. Евгеника была ли экспериментальной наукой? Или она оставалась гипотезой? Ее основной предмет были гипотезы. Проводились ли какие-то эксперименты в области Евгеники? Это первый вопрос. Ну, давайте на первый, да. Да. Ну, конечно, она была и экспериментальной одновременно, когда исследовалась генетика некоторых аномалий, скажем, или различные проявления от них и тех же в географических областях. У разных этнических групп. Это все экспериментальная генетика. Это все сочеталось. Так что это, конечно. Предположительно, да. Была экспериментальная. В связи с этим как раз и есть второй вопрос. Выводы генетики и расовая теория в современной, в той современной 30-х годов форме, это параллельные вещи, или это все-таки расовая теория использовала, какие-то экспериментальные данные генетики, или это вообще совершенно разные вещи? Ну, этнографическая генетика и анализ географических различий генофонда, это уже есть изучение этнических групп и рас. Здесь просто очень, так сказать, на страже стоят. Призвести слово раса, и это уже на тебя набрасывается. Вот очень историк науки Иван Иванович Канаев, который написал книгу о Гальтене, я обратил внимание на такой термин, значит, Гальтен считал и полагал, что англичане это высшая раса использовались, и есть низшие, и все. Он пишет, что это был академический расизм, а не агрессивный. Так вот, теперь я скажу как популяционный генетик, потому что я занимался много популяционным. Значит, если вот этногруппы или раса, это географические, относительно разобщенные системы популяции, которые различаются по своему генетическому составу и по своей, так сказать, истории, вот так вот. Это совершенно элементарно, что они отличаются по концентрации определенных генов. Тут такая путаница, говорят, вот все, никаких различий нет. Ну, как нет? Все популяции уже отличаются не в составе генов, а в концентрации генов разных. Так что вот, например, и тут много загадок. Вы когда-нибудь видели белокурого, голубоглазого китайца? А я чумиллярд человек. Я не видел, и думаю, что мало кто видел. Вот вам и различия. А почему нужно думать, что это касается только физических признаков? Так что это просто... Но тут очень интересно к вашему вопросу, что сейчас эта такая антигенетика, она здесь стала процветать в США. И вот есть книга специальная Пинкера, такого нейробиолога на эту тему. Отрицание расовых различий. Полное отрицание. Это... А это же просто практически неправильно, потому что, понимаете, вот возможность... Разные гены в разных концентрациях. Вот, например, возможность жить в Африке, так? И в Средизенноморье она обеспечена тем, что имеется защитный ген от малярии. Этот ген меняет форму гемоглобина. Так что люди, которые несут этот ген, они маловосприимчивы. Европея сразу заболевает. Но в гомозиготном состоянии это приводит к смерти. А кроме того, люди, которые имеют один ген хороший и один ген плохой, и, так сказать, они в среднем, они могут иметь, скажем, негативные последствия при поднимании на большую высоту или, скажем, в профессии летчиков. Так теперь давайте... А где распространены... Вот возьмем популяцию США. А где распространены гены аномалии гемоглобинов? В чернокожем населении в основном. Так что поэтому это, значит, наша задача изучать, как распространены какие гены, вот, как они действуют у чернокожих населения. Это никакого... К расизму никакого отношения не имеет. Это имеет к этническим различиям. И вообще, даже если мы найдем различия в концентрации генов, которые влияют на интеллект и разные высокие психологические там, ничего страшного нет. Каждая популяция обладает... Значит, одна генами атлетизма, другая там это интеллектуальная, понимаете? Например, ну, это банальный пример. Баскетболисты. Вот 90% это чернокожие, правильно? А шахматистов наоборот. Что из этого следует? Ничего не следует. Популяция отличается. Все они равны. И признание различий, например, в интеллектуальных способностях и преимущества в атлетических способностях, ничего, это нормальная вещь. Ничего, все важны, так сказать, популяции. Вот и все. Никакого расизма в этом нету. Так что вот так вот. Игорь, извините, маленький... Извините, я разговаривал с одним здесь профессором генетика американцем, он говорит, только никому это не говорите. Я говорю, ну что же такого-то? Отличаются этнические группы по разным... Не только по физическим, но и по свойствам интеллекта. Игорь, здесь сейчас такая господствует вот социальная аура. Можно выжить эти выступления? А, нет вопроса. Нет, 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 не выступления, ни в коем случае. Пол вопроса. Значит, разумеется, я никоим образом не являюсь человеком, который при слове расов вздрагивает и вообще начинает что-то думать. Упаси Бог. Но все-таки у меня есть вопрос, а вот на который я ответ не получил. Все-таки сторонники или, вернее, проводники в жизнь расовой теории в 30-е годы, они опирались как-то в своих объяснениях на экспериментальные данные Евгеники? Или вся эта была идеологическая надстройка, которая к экспериментам вообще не имела ни малейшего отношения? Ну, вопрос ясен. Отвечу только так, не прямо, но когда организовалось, было организовано русское генетическое общество, то председателем был Николай Константинович Кольцов, а заместителем его антрополог Бунак. Таким образом, антропология входила, вот так сказать, в область Евгеники. Они соприкасались, как вы назовете это, но антропогенетика и так далее. Так что спасибо. Вот так вот. Спасибо. Все. Да, Илья. Чуть-чуть камеру подвиньте, а то ваше лицо не видно. Илья. Ас, вот чуть-чуть выше. Так лучше? Ну да, так бы совсем скрылись. Видео при этом включите, будет совсем хорошо. к экрану. А там еще и видео есть. Что-то у вас звук. Я вам предлагаю, но вы не... В крайней мере, вы... Оказывается, неудачно. Вот сейчас вас слышно, но не видно. Ну, хорошо. Значит, во-первых, спасибо за чрезвычайно интересный доклад. У меня вот какой вопрос. На одной из сессий Зума не здесь. Возник спор между дилетантами. Влияет на нас... Может ли наследственность измениться под влиянием окружающей среды? Вроде бы, значит, гены мутируют, хромосомы мутируют. Вроде бы, и наследственность могла бы измениться под влиянием окружающей среды. Вот ваш ответ как арбитр, пожалуйста. Ну, конечно, они в неразвыны связи. Нужно уже с 60-х годов нужно понимать под геномом не только сами гены, их структура, но и взаимосвязи между ними, и характер их работы. Потому что уже характер работы и связи между ними, репрессия, активация, которая зависит в основном от ДНК связывающих белков, это функционирование генов, он, конечно, зависит от среды, от температуры в особенности у всех организмов. Так что это неразвынная связь. Но это не надо представлять связь, что изменение структуры генов, а именно их функционирование, связи между ними и все. Минуточку, вы уже утверждали, что под влиянием радиации мучируют гены, то есть меняются сами гены, мучируют хромосомы, меняются хромосомы, соответственно, если совокупность, можно сказать, что меняется отдельно, не меняя в целом совокупность, для того, чтобы изменить наследственность, опять-таки, я не профессионал, ни в коем случае, для того, чтобы изменить наследственность, наверное, уже изменить совокупность и весь геном, или это бредовое утверждение? В геном нужно включать и характер связи между генами, и характер активности между ними, не просто записали структуру генов и положили в холодильник, а при одном и том же составе генов регуляторные связи между ними играет ведущую роль даже. То есть, ответ, да, что окружающая следа может изменить наследственность. Ну, если, что понимать, наследственность, конечно, взаимодействие генов может изменить, естественно, функционирование генома может изменить, все время и все время эта связь есть, понимаете? вот если у вас, например, так, есть ген, но ген-то как работает уж, если гоняться? Он должна считываться с ДНК, РНК-матрица, потом с нее белок, значит, должен быть транскрибирован. И вот, представляете, белок, который запускает, вот он садится и говорит, да, ген, работай, а при пониженной температуре я схватил белок, белок неактивен, значит, ген не будет работать. Что изменилось? Это генетические связи изменились, функционирование гена. И иногда трудно определить, если вы имеете перед собой мутантное изменение, связанное ли они со структурой, или ген неповрежденно меняется фактор, который включает и выключает его. Вот так вот. Но, скорее всего, вопрос подразумевал, передаются ли вот эти всякие такие вещи по наследству. Это, главная концепция, которая тянется со времен там. Может быть, Виктор Фетт заполнит. А Виктор здесь, я не знаю. Ну да, Виктор говорил как-то на эти темы. Не слышно. Виктор, ты можешь дополнить? Я тебя включаю. Ответ да. Ответ да. Передается по наследству. Да. Много, около четырех миллиардов лет, а говорят и больше. Только и делает, что передается по наследству. Среда, между прочим, меняется. Другое дело, как меняется среда в последние 60 лет, никто что-то не сказал. Ни про химическое загрязнение, ни про аналоги гормонов, ни про радиацию, эту же самую, которая сейчас вот от экрана на нас, на всех, говорят, не вредит. Ну и прочее. Вот это, конечно, хотелось бы услышать, но это же не политически корректно делать такие эксперименты. Облучать, скажем, группу детей, а другую не облучать. Айфон. Вот. Ну вот, такие дела. Просто, по-моему, Михаил Давыдович отвечает на другие вопросы немножко, потому что здесь терминология плавает. Точно, да. У меня тоже такое ощущение, что вопросы из какого-то прошлого времени. Ну хорошо. Илья, вы более-менее получили ответ от двух уже профессоров, да? Алло? Теперь Илья, похоже, опять отключился. Да что ж какое. У него все время... Почему-то вы все время звук выключаете. Ну хорошо, спасибо. Я не могу... Окей. Да, Владимир. Чертус. Владимир Чижик, давайте. У меня не вопрос, я хочу за детей выдающихся людей. Да ладно, они и так за себя поставили. Мне кажется, что судьбу несчастной сестры математика Новикова не надо распространять на всех. Бах, Брегель, Ротшильд, сотни фамилий я назову династии, когда были вполне успешные дети. Почему мы говорим о Новиках, не говорим о капицах? Ясно. Четко и ясно. Все, да? Да. Спасибо. Все ясно. Вы же меня приучаете коротко говорить. Так правильно, это замечательно. Мысль-то сказана. Спасибо. Теперь вторично, да? Иосиф, у вас второй раз, да, выходите? Да, да. Да, говорите? Меня слышно? Да, да. Я хочу еще такой комментарий. Ну, вот Гельфан, конечно, гениальный математик, и он там, ну, неизвестно, откуда он такой взялся, он с какой-то там под Одессой, там, из какой-то сельской школы, и вот совершенно гениальный был уже там чуть ли в девятом классе, и там все изучил. Его дети, его дети, я их с одним сыном, я просто учился с его младшим сыном, а старшего тоже хорошо знал, ну, так, более-менее Сергея. Они, и жена его, значит, Израиля Гельфан была хорошим математиком Шапира, то есть они росли в семье математиков и с детства получали очень хорошее математическое образование, то есть это их тренинг то, что называется. Ну, они, значит, этот Сергей такой, ну, он неплохой математик, ну, конечно, ничего близкого к Гельфанду нету, к отцу. Этот Владимир, он стал биологом, биологом, ну, тоже такой, в общем, это, я с ним учился, и знаю, ну, это тоже ничего такого гениального там и близко нет. Ну, хороший биолог. неизвестно, как это все случается. Теперь насчет вот Капинцы, ну, Капинца гениальный физик, ну, его дети тоже, значит, хороший там, это, Сергей, хороший физик, ну, ничего близкого к отцу нету, ну, Андрей, географ, ну, географ и географ. Теперь еще один комментарий насчет Фоменко. Ну, Фоменко, он не гениальный математик, ну, неплохой математик, ну, попал в струю, ну, то, что он там это с этой, с историей делает, это просто мрак. Ну, он очень энергичный человек, ну, ничего там, там, вот, можно и сказать, что и Садовнич, и там, гениальный математик. Ничего близкого там нет этого. Ну, очень энергичные люди попали в струю. Ну, хорошо, но никто и не говорил, что он гениальный, он академик, тем не менее. Ну, да, ну, там много стало академиков сейчас таких. Ростислав, у вас еще тоже вопрос, да? Да, поскольку у нас здесь есть люди, которые потратили время для того, чтобы изучить что-то, вот, здесь был разговор о Лысенко и, соответственно, о Вавилове, да, то есть, я не могу комментировать глубоко, но то, что я во всяком случае слышал Лысенко, это то, что у него все-таки было, что можно было предъявить, то есть, он разработал несколько агротехник, которые облегчили сбор урожая и увеличили урожайность. Он вывел несколько сортов, которые тоже культивировали, как увеличившие урожайность, и, кроме того, решал задачу, там, я не помню, что конкретно, Азимова с чем-то, тоже с результатами, которые признавались, то есть, сказать, что у него ничего не было, ну, мне кажется, наверное, нельзя. Вот, с другой стороны, прозвучало то, что, вот, Вавилов конкретно готовил демонстрацию каких-то результатов, да, то есть, мы можем что угодно говорить о товарище Сталине, да, но товарищ Сталин был глубоко практичным человеком, то есть, если бы школа генетики могла предложить на тот момент что-то значительно лучшее, то, как бы, исследование прошлого этих генетиков буржуазного и прочее для товарища Сталина было бы глубоко второстепенным, да, то есть, может быть, проблема отчасти заключалась в том, что генетики шли в нужном направлении, но, в отличие от селекционера, может быть, и неграмотного Лысенко не могли предложить чего-то конкретного, и когда есть руководитель, который не разбирается конкретно, да, в каких-то делах, но перед ним стоит задача, что нам нужно повышать урожайность и прочее, то он, соответственно, по имеющимся результатам естественным образом сделает какой-то реверанс в сторону Лысенко, у которого уже что-то есть конкретное, вместо того, что вот есть какие-то люди, которые может быть, как мы сейчас знаем, шли в правильном направлении, но еще не были способны предложить что-то существенно лучшего. Это как бы вопрос, то есть, может ли быть такая интерпретация ситуации, помимо всех прочих нюансов, или же здесь я совершенно не прав. Я вот с удовольствием не прав. Я вот с удовольствием... Я с удовольствием послушаю... Такое толкование есть, но я с каждым пунктом этого толкования не согласен и могу привести... Пожалуйста, с удовольствием вас послушаю. Сейчас я не буду это делать. А сейчас не будете? Ну, хорошо, спасибо. Можем мне сказать пару слов? Я могу только указать на литературу. Можем мне сказать пару слов? Вопрос, Ростислав. Ну, вот Семен скажет. Все, что вы сказали, это идет от Лысенковщины, это идет от Сталинщины. Товарищ Сталин, как мы теперь знаем, был эффективный менеджер. Это полный абсурд, потому что товарищ Сталин был бандит, который захватил власть у других, отнял у других бандитов, потому что он был более эффективный бандит. И Лысенко ему был нужен как эффективный человек для расправы с наукой биологической. То есть он подвернулся и пошел в гору. Лысенко не взял в науку, когда он был совсем молодым, начинающим ученым, он под руководством серьезных ученых занимался вот этой самой так называемой, то, что он потом назвал геревизацией. Великое открытие Лысенко состояло в том, что он придумал термин геревизация, потому что до этого занимались холодным проращиванием, так это называлось. вот в этой области Лысенко ничего не сделал, но придумал термин, который очень понравился товарищу Сталину и всем другим. А зимы и зимы, холодные зимы, плохие зимы вымирают, а вот мы их будем сеять весной и таким образом, так сказать, накормим всю страну. Проблема стояла в том, что весной их сеять было нельзя, потому что обрабатывать их так, как предлагал Лысенко, было-то можно в лаборатории, но никак не в практике. Предложил это Максимов до Лысенко, все это делалось новым, все это очень ловко присвоил. После этого все, что предлагал Лысенко, было абсолютным стопроцентным шарлатанством. Последние его были тем самым, как он там увеличивал жирность скота. Все это было абсолютным шарлатанством, жульничеством. Чем дальше, тем больше. И это, об этом есть большая достаточная литература, потому что, когда власть Лысенко в науке закончилась, все это выпало наружу, все это было опубликовано в 2-й 60-х годах. Потом, когда началась брежневская ресталинизация, это все стали замалчивать. А Лысенко в 20 лет вообще не упоминали. А потом, когда, значит, советская власть рухнула, и можно было говорить все, что угодно, но пошла страна не по тому пути, по какому хотели, ожидали умные либералы, тогда вернулись к сталинизму. И сейчас Лысенко часто вспоминают. Вот рассказывал Михаил об этой самой овечке доли, полученной клонированием. Так вот, в литературной газете были напечатаны статьи известного профессора Антохина, который утверждал, что вот эта самая овечка доли является доказательством правоты Лысенко. А в том, передаются ли среда, влияет ли среда на наследственность. Михаил совершенно правильно сказал, конечно, среда влияет на наследственность. Вопрос стоит не об этом и никогда об этом не стоял. Вопрос стоял в том, можно ли условиями среды направленно менять наследственность и повышать урожайность. Вот это то, на что наставила Лысенко и это из-за чего погиб Вавилов и вся советская генетика была уничтожена в 1948 году. Потому что ученые говорили, что нельзя направленно менять наследственность. Мы можем менять, но не направленно. Поэтому практически для сельского хозяйства это тогда не могло иметь никакого значения. А Лысенко говорил, что можно товарищу Сталину это нравилось. Он на колхозы рухнули, колхозы привели к голоду. Слушайте, о чем вы говорите? Вы понимаете, что это было за время, когда Бернард Шоу приезжал в Москву в 1932 году? Бернард Шоу был голодомор. Миллионы людей умирали от холода. Мы ушли на километр от вопроса и напоминаем митинг какого-нибудь общества, мемориал и прочее. У меня вопрос значительно проектов. Это не общество мемориал, а это... У меня вопрос значительно проще, Семен. Вы можете назвать хотя бы несколько сортов выведенных Вавиловым? Ни одного сорта не вывела Лысенко. А Вавилов не выводил сортов. Его методами были выведены сотни, тысячи сортов методами Вавилова. Понимаете, в литературе Лысенко приписывается во всяком случае несколько сортов. Ни одного сорта Лысенко не вывел. Ни одного. Он обещал вывести сортов в два с половиной года. Нет, есть сорта, которые реально использовались. Их авторство приписывалось сегляционеру Лысенко. Это приписывали и лысенковцы приписывали. Рапопорт вывел десятки, сотни сортов микро, это самое, которые использовались в генетике для ростов. Но он доработал методами классической генетики, химический метод генетик, за который он должен был получить Нобелевскую премию, но после скандала с Мастернаком Нобелевский комитет не хотел ссориться с советской властью. Их прощупывал советское правительство. Не будут ли они очень против, если Рапопорту присудят Нобелевскую премию? И тогда Рапопорту предложили в Центральном комитете партии, чтобы он восстановился в партии, подал заявление о восстановлении в партии, с которого вы исключили в 48-м году. Мы совсем на километр ушли, то есть я не хочу как бы... На что Рапопорт великий ученый сказал, если вы хотите меня восстановить в партии, восстановите, но заявление я писать не буду. Тогда Нобелевский комитет получил указание, что Волусенку Рапопорту присуждать Нобелевскую премию преждевременно. И его савтра... Симон, мы совсем уходим на километр, я сделаю одно очень короткое замечание. Я все-таки больше доверяю оценке Сталина, сделанной Черчиллем. Мне кажется, Черчилль что-то в этом понимал больше нас с вами вместе взяток. Ну хорошо, давайте туда на этом и остановимся. Хорошо, вы можете оценивать, как хотите Сталина, он убил 10 миллионов человек только в 1932 году голодомором, не говоря уже о 1937 и прочем годе. А Черчиллю, конечно, это было очень важно. Таких же много еще осталось. Хорошо. Это мне интересно даже, я не считал даже... Ну хорошо, ну... Стало много голосов сразу, это вот непорядок. А, минуточку. Надо кончать. Давно надо кончать. надо... Уже был ко мне такая. Я почему не... Хотел что-то сказать, да? Извините, Игорь, ты... Мне дали слово, да? Я хотел на слово в плане, но Жанна пропала куда-то. Ты тоже поднял руку, Виктор, да? Я поднял, и мне дали слово каким-то образом. Может быть, я Жанна... Ну говори, да. Я просто... Я просто хотел сделать замечание, что предыдущий спикер использует нечестные методы, и я бы не стал давать ему слово, если бы я был модератором, поскольку он, видимо, ссылается на известную фейковую цитату из Черчилля насчет Сахи и атомной бомбы, если я не ошибаюсь, а может быть, на ту цитату, когда Черчилль сказал, что он рефлективно встал в присутствии Сталина на Тегеранской конференции, поскольку вошел вот эдакий эффективный менеджер. Так что вот мне кажется, что здесь мы перешли как раз на ту ситуацию. Да, я тоже думаю, что говорить о хорошем качестве Сталина значит нет смысла мягко говоря. Я бы не стал это обсуждать. Это в последней фразе было сказано, как, Виктор, понимаешь, я эти вещи категорически не восстанавливаю. Так что не стоит. Да. Не стоит. Ну, хорошо. Вопросов тогда больше нет. Можно я задам один, может быть, вопрос? А, минуточку. Тут как-то уже как это все смешалось. Сейчас, секунду. Да, Михаил, уже время. Я слушаю. Я просто задам один, пожалуй, вопрос. В 68 году, в 1968 году произошло совершенно замечательное изменение названия журнала. Раньше назывался он аналог генетики в Америке, здесь в Америке, а потом он стал называться, и вот тут у меня вылетело из головы, как он стал называться. У меня там в статье даже картинка есть, но вы, скорее всего, знаете, он стал называться, а, аналог евгеники, сори, он назывался до 68-го года аналог евгеники, а потом такой же формат, такой же дизайн, все такое сохранилось, и бам, название поменялось, значит, слово евгеника было выкинуто и заменено другим словом, то ли популяционная генетика, то ли как-то еще. мне очень жалко, что я, если у меня, вы, может быть, понимаете, о чем я говорю, мой вопрос, что сейчас происходит, вот это название, оно в Америке сохраняется, слово евгеника, по-моему, абсолютно исключено из оборотов, его сейчас табу говорить и так далее, то, что мы сейчас все это обсуждаем вот в Америке, это не могло бы произойти где-нибудь в академической среде любого американского вуза, я правильно понимаю? Не дали бы, просто вот этот ваш доклад не имел бы места быть, насколько я понимаю. Ну, после того, как просто решили все, поскольку раздражающее слово евгеника, оно так действует, как вот раздражитель, то большинство журналов просто убрало это. Ну, я думал об этом, с чем сравнить, а это сравнить, это Моцарт и Сальери, знаете, просто Сальери не причастен был, как все уже признают, к смерти Моцарта, но долгие годы просто не употреблялось это имя, не играли с произведения. Вот так вот. Так что сейчас, когда убрали, так и так и осталось. А вообще центр, так сказать, гигиенических устремлений сейчас с генетического уровня, на другой, на другой, потому что на средовой, если угодно, на проблемы демографии народонаселения, вот там-то вещи сейчас происходят, так сказать, довольно тревожно и все, но Индия перегнала Китай по народонаселению. Это же явно, что катастрофа в ближайшее время. Вот эти проблемы народонаселения, размножения разных, они сейчас и в геническом старом ключе обсуждаются. Один из евгеников в Хахскле так и есть лекция уже недавняя о нынешней евгенике. Евгеникин. Да. Сейчас, секунду. Я очень извиняюсь за свою какую-то глупость. Я забыл название и, может быть, я сейчас его все-таки найду. Я хотел бы все-таки... Переименовали и Дакой остался аналоги в генике и генетике. Осталось что? Генетике. Вот скажи. Можно все? Я скажу. Нет же, там было другое название. Вот наказание. Ладно. Я снимаю свой вопрос тогда, потому что я чувствую напряжение такое. Я не найду точного это. Я вам частным образом задам. Я потом пришлю вам картинку и задам этот вопрос. Просто это... Ну, хорошо. Частный вопрос. Ну, хорошо. Больше вопросов я не вижу. Михаил, огромное спасибо. Это чрезвычайно было интересно и, как видите, вызвало живую дискуссию. И вопросы, конечно, остаются, но, в принципе, я думаю, вся эта история с генетикой один очень яркий пример, иллюстрирующий, как человеческое общество относится к науке. Вот эти все проблемы, когда там Галилея в свое время там заставляли отрекаться, туда ли, все они, вообще-то, говорят, до сих пор существуют, как это не дико выглядит. Вся эта ситуация вокруг Евгеники, вот эта пертурбация после нацистского отклонения, она, конечно, одна из зерчайших иллюстраций того, что наука в руках живых людей, а эти живые люди обладают огромным количеством всякого такого негативного потенциала, конформизма и чего угодно. Да. Ну, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Очень тронусь. Спасибо. Всего доброго тогда. До свидания. Да, до свидания. До свидания. Продолжение следует...